Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. И сегодня у нас на одном из современных календариков 3 мая 2016 года, вторник, на одном из старинных 22-й день месяца посева на речении 7524-го лета шестица. Мы поздравляем тех, кто отмечает по одному из календарей День мудрости Крышиня. А напоминаю, что сегодня у нас по расписанию в студии Захар Билинский. Арират, здравия, Арират! Здравия вам всем! И мы будем разбирать тему «Живот всему голова». Вот такая парадоксальная тема. Казалось бы, где живот, где голова, но как-то ни странно, они между собой связаны. Мало того, что живот в древности означало жизнь. И вот как раз об этом, наверное, мы и поговорим сегодня. Я не ошибаюсь? Нет, вовсе не ошибаюсь. Если говоришь правду, мы уже ранее разговаривали по поводу связи живота и головы, и по поводу живота и внутренних органов. Сегодняшнюю передачу я хотел бы сделать более расширенной, чтобы в ней прозвучало что-то новое, то, что ранее мы не озвучили. Я думаю, что нам помогут в этом наши слушатели. Ты подсказывай мне направления, в которых можно было бы двигать и делать более информативный, интересный эфир. За мной не дрожавеет, за слушателями, я думаю, тоже. Так что не переживай, огнем поддержим. Давай. Ну что ж, давай тогда приступим. Наверное, сразу объявим, что у нас в эфире, в конце, наверное, эфира, или как тебе будет удобно, ты поделишься своими наработками, которые вот за этот месяц успел над собой провести. Ну а так вообще мы будем говорить все-таки, это животик, что в нем ценного, что в нем необходимо поддерживать в хорошем состоянии, и самое главное, как это поддерживать. Ну, скорее всего, не за последний, вернее, не за последний месяц я это наработал, а за последние несколько месяцев, потому что о чем-то писал, о чем-то не писал, но вот эти все такие, можно сказать, исследования, пробы, они производились уже примерно на протяжении полугода. Вот разыскивал я составы, разыскивал способы, концентрации, какие-то сочетания этих препаратов, и в конце концов получились составы, которые действительно работают. Но на этом я остановлюсь чуть позже, расскажу более подробно. Там будет два препарата, которые, условно говоря, два моих препарата, это препараты на основе полыни, на основе чаги, и один сторонний препарат, это концентрированный раствор бетулина, я о нем тоже отдельно расскажу. Тоже очень эффективное, очень полезное средство. Ну, а сейчас, возвращаясь к животу, я хотел бы сказать, что, ну, прежде всего, здоровье нашего живота и наше хорошее самочувствие, в том числе, если рассматривать на физиологическом, физическом уровне, оно начинается, безусловно, с состояния желудка, состояния печени. Поясню почему. Потому что зачастую многие наши проблемы с животом идут от нашего нервного перенапряжения, от полученных стрессов, соответственно, от состояния нашей вегетативной нервной системы, центральной нервной системы. И нервное напряжение таким образом действует на наш организм, что у нас, возможно, происходит, может наступить спазм желудка, может наступить напряжение 12-перстной кишки вследствие. И это дает спазм желчеводящих сосудов и спазм протока из поджелудочной железы, который отводит панкреатический сок. И вследствие спазма нарушения желчоотделения, нарушения отделения панкреатического сока, мы имеем все абсолютно любые дальнейшие нарушения, которые происходят в нашем организме. Это и нарушение работы кишечника, это и нарушение мочеполовой системы, это и нарушение качества крови, состояния лимфы и так далее, и так далее, и так далее. Корень, можно сказать, всех наших проблем с животом на физиологическом уровне находится в нарушении тока желчи, в нарушении работы желудка, в нарушении тока панкреатического сока. Но если взять ситуацию немножко выше, немножко глубже, то здесь я хочу обратить внимание на образ мысли и образ жизни человека, потому что те физические, физиологические проявления, о которых я вам говорил, это всего лишь следствие нашего образа жизни, нашего образа мышления. Мы не будем, наверное, сегодня так глубоко проникать в образ жизни, образ мышления. На нашем радио достаточно передач, которые говорят об этом более подробно и конкретно. Остановимся на физиологии. Так вот, вследствие нервного перенапряжения у нас происходит спазм желудка, в двенадцатиперстной кишке нарушается отток желчи, отток панкреатического сока. Отсюда что происходит? Поскольку происходит спазм желудка, то, соответственно, уже желудок надлежащим образом не формирует пищевой комок, уже желудок не вырабатывает желудочный сок необходимой концентрации. И, кстати, вот в этом моменте я хотел бы еще отметить, что очень важно, ну как говорится и в классической медицине, что процесс пищеварения начинается во рту. На самом деле так, очень важно тщательно пережевывать пищу. И пища должна быть размерами, кусочками примерно, ну не более чем максимум 2 мм на 2 мм, а еще лучше 1 мм на 1 мм. При этом очень важно состояние нашей слюны. Наша слюна должна иметь слабощелочную структуру. И этой слюной очень хорошо, надлежащим образом должна быть обработана пища. За выработку слюны отвечают слюны и железы. Они находятся под нижней челюстью, ближе к углу челюсти, и можно пальцами проникнуть вот под челюсть, в это место пропальпировать и посмотреть, есть ли там болезненные места. И если мы найдем болезненные места, то легкими разминающими движениями мы можем снять это болезненное ощущение, соответственно, снять, убрать напряжение слюной железы. И таким образом мы благотворно повлияем на качество слюны. И соответственно, повлияем на качество нашего пищеварения. Итак, мы тщательно хорошо прожевали нашу пищу, обработали ее слюной, дальше она попала в желудок. И здесь она должна обработаться, пропитаться насквозь, буквально насквозь желудочным соком. Причем, как я уже говорил, желудочный сок должен быть надлежащей концентрации. Затем здесь идет процесс усвоения белков и формирования пищевого комка. Так вот, если желудок напряжен вследствие такого здесь вегетативной нервной системы, то пищевой комок он уже надлежащим образом, как нужно, не сформирует. И дальше пойдет пища, которая несколько не приспособлена к перевариванию, к усвоению ее организма. И если есть спазм сфинктера ОДИ, через который происходит отток и желчи, и панкреатического сока, то этот отток не произойдет или произойдет в ненадлежащем количестве, и пища пойдет уже в кишечник, который не подготовлен к ее усвоению. И при попадании пищи в такой кишечник, она не то что мертвым грузом туда упадет, но процесс усвоения пищи гораздо усложнится, усвоится гораздо меньше, нежели того требует ситуация, нежели, вернее, того требует организм. И вот эта непереваренная пища, остатки, будут лежать, и с ней будет происходить то же самое, что с той едой, которую вы съели, если вы поставите ее в температуру 36-37 градусов, образно говоря, на солнышко. Она будет гнить, она будет бродить, будет как-то разлагаться и так далее. То же самое происходит в кишечнике человека, когда пища не усваивается. Помимо той ситуации, которую я озвучил, это может происходить, когда человек употребляет порцию больше, нежели необходимому организму. А человеческому организму необходима порция, вот примерно как ладонь человека, чуть-чуть с горочкой. Вот это объем порции. Человеку гораздо полезнее кушать немного, но чаще. Необходимо кушать только тогда, когда человек ощущает чувство голода. Если мы кушаем по графику, и при этом каждый раз запихиваем себя, только потому, что уже настало время поесть, но чувство голода не ощущаем, мы отравляем наш организм. И возвращаясь к теме, я продолжаю. И вот пища, попавшая в кишечник, не перевариваясь, вернее, не усваиваясь, а подвергаясь порче, внутри нас, она отравляет наш организм, разлагаясь. Отравляет, соответственно, пища превращается в токсин, то есть в яд для нашего организма. И тут же она воздействует на выделительную систему, наносит удар по почкам. Токсины попадают в кровь, соответственно, качество крови ухудшается. Вот, ну и так далее. То есть вся ситуация, в основном, прежде всего, и заключается в желудке, и в работе желчного пузыря в печени. И хочу отметить также такую ситуацию, что даже вроде бы не связаны такие заболевания, как болезни сердца, они тоже имеют свою причину в желудке. Почему? Потому что, ну, к примеру, такая распространенная болезнь сердца, как ишемическая, она начинается только после того, как развивается ишемия брюшной части аорты. Это основной сосуд, который несёт кровь от сердца дальше к наше тело. Так вот, эта аорта проходит под желудком, и когда наш желудок напрягается, уплотняется, он поддавливает, поджимает её и создаёт ситуацию, при котором стенка этого сосуда уплотняется. Происходит ишемизация вот этой вот аорты. И уже только после того, как наступила ишемизация аорты, следующий этап – наступает ишемизация ишемической болезни сердца уже после этого. Поэтому вот наш желудок может влиять не только на состояние кишечника, не только на состояние печени, не только на состояние мочеполовой системы. Я говорю мочеполовой системы, то есть не только почек, но и простаты у мужчин, и репродуктивного аппарата у женщин, но и может влиять на сердечно-сосудистую деятельность, и может влиять на дыхание человека, на состояние лёгких, на состояние бронхов. То есть, собственно говоря, очень важно придавать значение состоянию нашего желудка и состоянию нашего нервного напряжения. Избегать повышенного, вернее, не то, что избегать повышенного перенапряжения. В современной жизни вряд ли его удастся избежать в полной мере. Но необходимо и важно делать так, чтобы это напряжение не задерживалось у нас. Чтобы каким-то образом давать себе разрядку, выход этому перенапряжению. Ну вот, Алексей. Это ты хорошо сказал, что надо каким-то образом давать разрядку. А каким образом давать разрядку? Что это? Какие-то бег трусцой, физические упражнения, упражнения для живота, попросить боксёра, чтобы он в бубен настучал для того, чтобы там что-то размять, или выпить какое-нибудь из аптеки с надобья. Ты знаешь, я вот, скажем так, упертый доктор. Я наиболее эффективным для себя средством разрядки считаю гипоксию. Но в каком плане? Чего это? Чего это ты там такое сказанул-то? Гипоксию, Алексей, гипоксию. Ой, какой ужас. Перезагрузка. Вот все говорят, какой ужас. А ты не представляешь, насколько полезна эта процедура. Делаешь себе гипоксию, разгружаешь, моментально практически разгружаешь, ну в той или иной степени, там степень зависит от глубины погружения, в вегетативную нервную систему, и у тебя расслабляются внутренние органы, у тебя уходят внутренние перенапряжения, частично там уходит какая-то доля накопившихся стрессов. И чувствуешь себя отдохнувшим, свежим. Ну, понятно, процедура слегка жутковата, но, тем не менее, она эффективна. Ну, это как делается, ты расскажи людям. Ты пугать-то пугаешь, теперь расскажи. Как делается? Делается элементарно. Садимся, желательно, куда-нибудь в мягкое место. То есть на диван, на кресло, кровать. Так, чтобы в случае чего, если нам придется упасть, чтобы мы упали и не поранились. Лучше делать, конечно, если это делается впервые в присутствии кого-то. Причем этот кто-то, находящийся рядом, должен вести себя очень тихо, при этом, если что, страховать человека, не проявлять никаких эмоций, там, охать, ахать, потому что, когда человек начинает погружаться в гипоксию, с ним могут происходить некоторые такие своеобразные движения, изменения в лице, в теле, что присутствующий рядом может испугаться. Вот. Так, значит, что мы делаем? Мы садимся в мягкое место куда-нибудь, выравниваем спину, запрокидываем голову назад, можем ее немножко размять вправо-влево, запрокидываем голову назад, берем, ну, кто правша, кто левша, без разницы, я буду говорить для праворуких. Берем правую руку, использовать будем большой указательный палец. Так вот, на состоянии запрокинутой головы мы нащупываем пульс справа и указательным пальцем нащупываем пульс слева от кадыка. Таким образом, мы находим место положения сонных артерий. Дело в том, что нашу голову снабжают четыре основные магистральные сосуда. Две сонные и две спинальные. По сонным артериям идет приток, по спинальным отток крови. И когда мы голову запрокидываем, мы уже передавливаем себе фактически спинальные артерии. Когда пережимаем сонные артерии, то мы прекращаем приток крови в голове и таким образом мы оставляем мозг без доступа крови. Что происходит в этот момент? У мозга начинается такая критическая ситуация. Мозг, по всей видимости, представляет, что где-то происходит спазм сосудов и запускает полное расслабление организма в этот момент для того, чтобы снять этот спазм. Именно этого момента, этого наступления, этого состояния и целесообразно добиваться, производя гипоксию. Таким образом мы расслабляем свой организм и причем очень важный момент не только мышцы, но и внутренние органы, снимаем вегетативные напряжения. При работе с животом, когда совокупно мы производим гипоксию, то мы добавляем туда порядка 30% эффективности. Мы снимаем порядка 30% напряжения при помощи гипоксии. Так вот, что касается техники выполнения. Выпрямляем спину, запрокидываем голову назад, находим большим указательным пальцем пульс справа, пульс слева, слегка отступаем немножко от, подтягиваем кожу, чтобы, когда мы будем надавливать вглубь, в сторону позвоночного столба, то есть как бы прижимать артерии к позвоночному столбу с целью пережатия их, мы не натянули кожу на кадыки и не стали причинять себе дискомфорт как бы вот таким вот асфикцией, придушиванием. И начинаем давить себе. Давим до тех пор, собственно говоря, пока не отключимся. Опасного здесь нет абсолютно ничего. С собственной рукой мы себя никогда не задушим. Первое, что у нас отключается при наступлении состояния провала или состоянии синкопэ, как его еще называют, это, образно говоря, отключение конечности. То есть рука ваша упадет, и вы провалитесь. Провалитесь ненадолго. Обычно проваливается человек, если делает сам себе гипоксию, на секунду, на две. И потом обнаруживает себя либо лежащим, либо сидящим в кресле. По телу может идти непонятная такая дрожь, мурашки и так далее. Это объясняется действием подсознания на наш организм. Дело в том, что еще один механизм здесь существует, когда отключается наше сознание в процессе гипоксии, а вот лишая мозг притока крови, мы отключаем сознание. И в дело вступает подсознание, оно полностью руководит работой тела. Оно и так руководит работой тела. Мы же не думаем о том, как бьется, как нам дышать, как нам переваривать пищу, как биться сердце. Вот этим всем заведует наше подсознание, но во время выхода из гипоксии мы можем достичь такого достаточно интересного состояния, когда мы уже в сознании, но еще наблюдаем работу подсознания. Подсознание через вызывание определенных подергиваний, судорог, конечностей снимает напряжение. По аналогии можно провести, когда, к примеру, случается эпилептический припадок, человек начинает биться в конвульсиях, как говорится. Что происходит в этот момент? Во время припадка эпилептического человека резко повышается внутричерепное давление, организм для того, чтобы мозг не наткнулся на атлант, на этот штырь, первый позвонок, он через вот такой тремор, подергивание, открывает канал оттока ликвора внутричерепной жидкости, чтобы снять напряжение. Или же, когда у нас физическое перенапряжение, у нас бывает такое, что прям дрожат мышцы от усталости. Вот за счет таких вибрационных, дрожательных движений подсознание снимает напряжение. И здесь, выходя из гипоксии, мы можем обнаружить себя вот таким дрожащим, дергающимся. Пугаться этого не надо, это нормально, ничего с вами такого особенного не происходит. Здесь нужно дождаться окончания этого состояния, еще где-то минутку-две потом посидеть. И обычно человек приходит в такое уже нормальное состояние. Итак, повторю именно физическую, такую техническую сторону выполнения гипоксии. Садимся, выпрямляем спину, голову запрокидываем назад, находим рукой пульс справа и слева от КДК, там какими пальцами удобно, но обычно это большой указательный палец. И чуть-чуть подтягиваем кожу и нажимаем вглубь, пытаясь придавить артерии к позвоночнику и пережать их. Постепенно, когда мы нажимаем, чувствуем, как мы потихонечку засыпаем, темнеет в глазах, там еще что-то. Давить мы в этот момент не перестаем, давим до упора, пока сознание, собственно говоря, не отключится и мы не заснем. Это производство, так скажем, сам себе гипоксии. Можно делать гипоксию и другим людям. Когда делаешь сам себе, погружаешься буквально на секунду-две. Это очень легкий вариант, и он не дает сильного глубокого снятия нервного напряжения. Он дает, если сделать, допустим, несколько процедур, то мы можем снять какую-то долю. Но наиболее эффективно, когда вам делает кто-то другой. Ту же самую технику, которую я рассказал, можно применять и по отношению к другим людям, когда вы делаете точно так же человека. Садите, вернее, он запрокидывает голову назад, кладет руки на колени. Одну из рук вы просите его, чтобы он поднял и держал горизонтально полу. Когда рука задергается или упадет, это будет для вас сигнал, что человек провалился. И с этого момента следует начинать отсчет секунд, отсчет времени его погружения. И вот он сел, вытянул руку, запрокинул голову. Вы у него своими пальцами уже нащупали пульс с одной стороны кадыка, с другой стороны немножко подтянули кожу и придавили. Другую руку свободную кладете ему на область седьмого шейного позвонка, сзади, как бы поддерживая его дополнительно еще. И нажимаете. Человек проваливается. И в этот момент вы должны быть готовы к тому, что у него будет сильный тремор, именно его будет трусить, дергать. Он может при этом что-то бормотать, делать какие-то движения, попытаться даже драться, биться, ругаться, матюкаться, там все что угодно. Все, что у человека внутри, все, что уже давно, скажем так, ищет выход из его сознания, тела, организма, вот это может проявиться. И к этому нужно быть готовым. Во время гипоксии нужно уделить внимание, скажем так, информационной безопасности, поскольку сознание человека в этот момент открыто, а это именно так, то должна быть абсолютная тишина. Любые какие-то слова, звуки и так далее, они будут впечатываться в сознание. И может произойти такая несознательная закладка. Хорошо, если она будет позитивная, но может быть и негативная. И после проведения гипоксии можно делать позитивные закладки. То есть вы отпустили человека. Кстати, да, очень важный момент, сколько его держать. На начальных этапах это секунда 2-3. Потом, когда человек, образно говоря, уже перестает колбасить после 3 секунд, можно увеличить дозу гипоксии до 4-5-6 секунд. Потом, соответственно, следующий этап это уже там 8-9-10 секунд, и так далее, до 12. Свыше 12 секунд это уже глубокая гипоксия. Там желательно делать уже с сотрудниками реанимационной службы, скажем так. Вот. Вот такой вот чудо-метод. Он на самом деле чудо-метод. Кстати, на данный момент это уже не только метод народной медицины. Его опробовала Ижевская медицинская академия. Были проведены тестирования на нескольких сотен добровольцах. И не было установлено ни одного негативного результата. То есть были нейтральные результаты, когда состояние человека не изменилось. Но в основном, в подавляющем большинстве, это был положительный результат. В чем заключался положительный результат? Ну, во-первых, восстанавливается кровоснабжение между полушариями головного мозга. Выравнивается потенциал из заряда в полушарии головного мозга. А есть исследования, совершенно не связанные с этим институтом, которые говорят о том, что именно разница в потенциалах заряда в полушарии головного мозга, она вызывает очень такие серьезные, вызывает хронические, тяжелые, подчас смертельные заболевания. То есть если одно полушарие заряжено очень сильно в одном направлении, другое, диаметрально противоположный заряд, это та ситуация, которая способствует развитию смертельных заболеваний. И проводя гипоксию, мы выравниваем эти потенциалы, соответственно, возможно, и снимаем причину возникновения этих заболеваний. Далее, мы снимаем посредством гипоксии напряжение с вегетативной нервной системы, с центральной нервной системы, соответственно, снимаем напряжение с внутренних органов. Ну и еще такая немаловажная интересная деталь, что при выполнении гипоксии мы выравниваем энергетическую структуру нашего тела, нашего организма. То есть, можно сказать, энергетика выравнивается. Вот такая вот полезная процедура. Так я расслабляюсь и со своей колокольней советую и нашим слушателям следовать моему примеру. Хорошая у тебя колокольня. Главное здесь не прибегать каким-то подручным средством и методом, кроме как пальчиков. А то получится, а то получится как в анекдоте. Сидят, когда заключенные в камере, ну и начинают делиться, за что кого посадили. Ну, один говорит, я банк ограбил, другой там еще что-то сделал. Ну, все, в общем, что-то совершили преступление. Один сидел, смотрел, смотрел, говорит, а у меня заказание первой медицинской помощи. Так это как же так? Да, говорит, у тещи кровь из носа пошла, а я ей жгут на шею наложил. Ну, вот главное, чтобы не прибегать к таким средствам первой медицинской помощи. Ну, что ж, здесь вопрос есть от Василия Васильевича. Правда, вопросов уже идут много, но Василий Васильевич задал вопрос. То есть, только 10 секунд можно применять? На 10 секунд можно человека вырубать? Ну, на 12 и на 15. И, в принципе, даже чуть больше при необходимости. Есть прецеденты, когда при проведении, ну, по крайней мере, прецедент такой был, 6 глубоких гипоксий делалось. Глубокие – это свыше 12 секунд. И человек излечился от рака головного мозга. Вот. Поэтому можно делать и 12, и 15, но нужно обладать навыками реанимации. То есть, уметь человека реанимировать. Вот о чем я говорю. То есть, до 12 секунд, пожалуйста, делайте. А вот свыше 12 секунд, будьте добры как-то, научитесь реанимировать человека. Какие-то принципы. Но я могу подсказать, что можно делать. У нас есть ключично-сосцевидная мышца на шее. Это мышца, которая идёт, образно говоря, от основания челюсти и в край ключицы, возле ерёмной впадины, под кадыком. Вот это вот такая мышца, можно её потрогать. Вот это называется ключично-сосцевидная. Мы её со стороны кадыка, вот если, к примеру, у нас так получилось, что человек, которому мы делали гипоксию, отключился, потерял сознание. Не просто там отключился во время, а вот именно уходит от нас. Не то, что в кому впал, но вот видно, что он не хочет выйти из гипоксии, не приходит в себя. И мы берём со стороны кадыка, пальцами цепляем вот эту мышцу и резко её на себя подёргиваем. Раз, другой, третий. Это приводит чувство человека. Потом можно использовать приём японских товарищей. Значит, они наклоняют человека вперёд туловище, кладут так, чтобы грудь человека лежала на колене, производящего реанимации, и очень сильно хлопком бьют в область седьмого шейного позвонка. То есть, делают такую резкую нагрузку на седьмой шейный позвонок ладонью. Хлопают именно резко, не сильно, а резко. Опять же, идёт стимуляция нервной деятельности. Под носом, прям под переносица, есть точка реанимации, такая очень болезненная. Туда можно давить, ну и так далее. Лучше ознакомиться, вот если собираетесь, планируете делать глубокую гипоксию, ознакомьтесь с методами реанимации, как можно реанимировать человека, какие подручные средства, препараты, возможно, иметь. Для того, чтобы, если это целесообразно, конечно, проводить такую глубокую, то проводите, но будьте готовы к возможным последствиям. Василий Васильевич, так куда-куда человека бить по-японски? В области шейного позвонка. Это визуальное пересечение шеи и плеч. Вот на пересечении этой линии, там будет седьмой шейный позвонок. Это то место у женщин в возрасте, которое называют вдовий горбик. Вот как раз вот по этому месту нужно лупить. Ну, не лупить, а шлёпать. Понятно, потому что здесь уже радикальные методы есть, как быстро вырубить там и так далее. Уже пошёл обмен данными. Так что те, кто ещё в чате ни разу не был, не входите в чат, потому что здесь идут очень много интересных советов, которые вам могут быть очень даже опасны. Вы начнёте менять взгляд на жизнь вообще радикально. Вот здесь аргентинец пишет. Вот вы смеётесь насчёт жгута. А такое было в практике у стоматолога в кабинете. Медсестра наложила жгут на шею при сильном кровотечении во время удаления зуба. Так что шутки шутками, но иногда дураки додумываются до того, что нормальный человек вообще вряд ли смог бы додуматься. Мы прерываемся на музыкальную паузу и после музыкальной паузы продолжим разбирать заявленную тему. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напомню, что по одному из современных календарей 3 мая 2016 года, вторник, по одному из старинных 22-й день месяца посева на речении 7524-го лета шестица, день мудрости и крышни, с чем я вас поздравляю, Захар Белинский, главный соведущий. И мы разбираем тему «Живот всему голова». Итак, давай продолжать. Что же у нас там ещё в животе есть такое, кроме желудка и печени, что всему является головой? Или вот желудок и печень – это всё ограничения, которые нам говорят о том, что дальше этого заходить не надо, и всё и так понятно? Нет, безусловно, каждый орган в нашем животе имеет очень важное значение, и он незаменим, по сути. Поэтому сказать, что желудок и печень – самое главное, нет, такого нельзя. Но единственное, можно выделить желудочный пузырь, как главенствующий орган, часть, область нашего живота. Вот как главенствующий желудочный пузырь можно выделить, но все наши органы важны, все органы незаменимы, каждый из них выполняет очень важные функции. Что кишечник, что почки, что мочевой пузырь, и репродуктивная система, и кожа, и лимфатическая, и кровеносная система, сосудистая. Всё это очень важно, незаменимо. Но при этом очень важно понимать взаимосвязи, которые между ними существуют. Та ситуация, которую я описал ранее, она говорит о существующих взаимосвязи между желудком и кишечником, между желудком и почкой, между желудком и сердцем, между желудком и печенью, образно говоря, между желудком и мочеполовой системой. Но существуют также и иные взаимосвязи. Например, наш тонкий кишечник напрямую, не то что напрямую, а, скажем так, можно сказать, и напрямую связан с дыхательной системой, с лёгкими. И какие-то проблемы в тонком кишечнике, они обязательно отзываются проблемами в лёгких. Причём чаще. И первое, что мы замечаем, это проблемы в лёгких. У нас может появиться кашель, у нас может появиться хронический бронхит, у нас может начать развиваться бронхиальная астма. Бывает так, что все эти симптомы проявляются, вернее, все вот эти вот проявления, это лишь следствие состояния тонкого кишечника. И, казалось бы, как это так, но приводишь в порядок тонкий кишечник, приводишь в порядок пищеварительную систему, и ситуация с дыхательной системой, с лёгкими, с бронхитами, с бронхиальной астмой, она уходит сама собой, даже не прилагая непосредственных усилий к этому на области лёгких, на область бронхов. Вот такая взаимосвязь. К примеру, взаимосвязь тонкого кишечника и почек. При, опять же, нормализации работы тонкого кишечника мы снимаем излишнюю нагрузку с почек. И наши почки могут свободно дышать, могут свободно осуществлять свои функции. Почему? Потому что, когда тонкий кишечник не выполняет свои функции, вернее, не то, что не выполняет, когда он полон завалов, не дай бог, если он полон червей, то в этом случае идёт дополнительная нагрузка на почки за счёт токсинов, которые усваиваются. И почкам приходится работать в усиленном режиме для того, чтобы эти токсины выводить из организма. И бывает так, что может наступить ситуация, когда почки перестанут с этим справляться. И в этом случае уже может начаться патология. Поэтому значение, вот мы говорили о желудке, теперь я говорю о взаимосвязи тонкого кишечника со всеми остальными органами. Это не менее важно. Любой орган, который взять, допустим, значение почек по отношению к сердечной деятельности, значение почек по отношению к деятельности печени, значение почек по отношению к репродуктивной системе, везде, и вообще значение почек по отношению к жизненному тонусу, к силам нашего организма, к ощущению жизни, несоизмеримо. Если мы имеем какую-то дисфункцию почек, то это накладывает отпечаток и на наше физическое состояние, на наше эмоциональное состояние, на состояние нашего здоровья, на комфортное ощущение себя. К примеру, если почки перегружены, то мы можем ощущать и нарушение мочеиспускания, мы можем ощущать и какие-то проблемы с мочевым пузырём, проблемы с потенцией. У женщин это невозможность зачать ребёнка и так далее, а причиной зачастую всему этого могут быть почки. Но даже и это, возможно, можно сказать, не основное. И состояние желчного пузыря тоже не основное. На физиологическом плане ещё выше, скажем так, на структуру, на порядок выше, чем желчный пузырь для живота, можно поставить состояние крови. Это, на мой взгляд, с точки зрения физиологии, архиважно и основополагающее, составляющее наше здоровье. От состояния крови зависит всё в нашем организме. Если кровь у нас здоровая, то и организм в целом будет здоровый. Любые изменения, происходящие в структуре, в качестве внутренних органов, они откладывают отпечаток на состав крови, на её качество. И, наоборот, ухудшение качества крови сразу же изменяет функциональные способности, функциональные особенности наших органов. Каким образом мы можем проверять, в каком состоянии наша кровь? Ну, во-первых, нас должно интересовать такое понятие, как густота крови или её жидкость. То есть, что значит понятие густой крови? Густая кровь – это та кровь, в которой её форменные элементы между собой слиплись. В медицине это называется агрегация форменных элементов. Так вот, если элементы крови слиплись, у нас получается густая кровь. У нас получается густая кровь, если она насыщена какими-то сторонними, сторонней патогенной флорой, грибками, вирусами, бактериями. Как нам понять, насколько у нас густая кровь? В принципе, достаточно легко и элементарно. Мы берём для рассмотрения ногтевую фалангу пальца. Лучше всего использовать большой палец, потому что там самая большая ногтевая фаланга обычно. Так вот, надавливаем на неё ногтевую фалангу, допустим, большим пальцем другой руки. Надавливаем достаточно сильно, чтобы она побелела. И отпускаем. Когда мы отпускаем, мы видим белое пятно, которое образовалось от нашего нажатия. И при удалении нажатия мы наблюдаем, как это белое пятно постепенно заполняется розовым цветом. То есть, кровь перетекает обратно, которую мы выдавили. Так вот, если этот процесс практически мгновенный, то, соответственно, кровь у человека находится в достаточно жидком состоянии. Если этот процесс постепенный и занимает от секунды и больше, то кровь густая. В этом случае кровь нужно разжижать. Следующий параметр, по которому мы можем определить качество состояния крови, это состояние слюны. Если наша слюна имеет ПАЖ слабо кислотный, либо нейтральный, то наша кровь уже не соответствует тем свойствам, которые мы от нее ожидаем. Потому что ПАЖ слюны и ПАЖ крови, они между собой коррелируются. То есть, находятся в определенной зависимости. Здесь измерять, в принципе, тоже достаточно легко. Вернее, достаточно легко при использовании тестовых полосок. Они сейчас достаточно доступны, недороги. Их можно приобретать. Такую тестовую полосочку для измерения ПАЖ слюны мы кладем на 2-3 секунды на язык и сравниваем тот результат, который мы на ней имеем, с табличкой. Там обычно каждой пачке приводится табличка. И вот мы сравниваем мы видим тот ПАЖ, который у нас есть. Каким образом можно разжижить кровь? Мы об этом уже много раз говорили. Я повторю, я думаю, лишним не будет. Но, опять же, минимальное средство это употребление достаточного количества теплой воды. По последним исследованиям на 1 килограмм веса человека необходимо употреблять 40 миллилитров воды. Ранее были исследования, что это 30. По последним данным это 40 миллилитров. То есть норма количества употребления жидкости у человека, можно сказать, повысилась необходимая. И если вы весите, допустим, 60 килограмм, то в сутки вам необходимо выпивать порядка 2,5 литров теплой воды. Причем не просто холодной, а именно теплой, я говорю. Это будет наиболее полезно, поскольку сама по себе теплая вода, и она имеет щелочной ПАЖ. Это минимум. Если уже хотите какие-то более серьезные шаги предпринять, то достаточно пить, в принципе, соду. От одного до шести раз в день. Но соду, опять же, нужно пить грамотно. В своей практике я часто сталкиваюсь с тем, что люди пьют соду, скажем так, по-быстрому. Взяли ложку соды, в стакан закинули, размешали и выпили. В некоторых экстренных случаях так можно, но в единичных. Лучше содовый раствор, содовый напиток готовить, берем, допустим, начиная от половинки чайной ложки соды, заливаем его кипятком, и 100 мл кипятка, затем еще 100 мл теплой воды, перемешиваем, и выпиваем в таком теплом виде. Вот это оптимальный состав, который вам не навредит, в принципе. Не то, что в принципе, а который вам не навредит. Вот, собственно говоря, поговорили о крови. Ну, Алексей, что ты, может быть, добавишь к сказанному? Да трудно что-то добавить, потому что, на самом деле, очень много было сказано в предыдущих эфирах, и здесь такие уже уточнения идут. Понятно, что необходимо пить воду, понятно, что необходимо следить за своей кровью, чтобы она была жидкой и имела определенную щелочность. Вот это важно. Но все остальное, что ты говоришь, это, я согласен, и даже добавить здесь нечего. И также необходимо обратить внимание на такую систему нашего организма, как лимфатическая. К сожалению, мы мало обращаем на нее внимание, и зачастую это приводит к пагубным результатам. Зачем нам лимфатическая система? Ну, на простецком языке я говорю, лимфатическая система это дренаж нашего организма. Лимфа заполняет матриц, межклеточное пространство, куда выходят продукты метаболизма, там, жизнедеятельности клеток, и лимфатическая система, все эти продукты распада, метаболизма, она их выводит из организма. Для того, чтобы лимфатическая система хорошо функционировала, и ваш организм постоянно очищался, вы представьте, если у вас дома будет забитая канализация, и вы что-то сливаете, и оно никуда не уходит, или уходит совсем чуть-чуть, а большая часть остается, и со временем у вас может накопиться вот такая вот гора вот этих вот отходов, которые из вашего дома никуда не деваются. То же самое происходит и в организме, когда лимфатическая система и лимфа находятся в неудовлетворительном состоянии, в дисфункциональном, и отходы наши, а в каждом организме ежедневно выделяется масса веществ, которые необходимо тут же выводить из организма. Они никуда не выходят, они остаются в организме, происходит зачастую обратное всасывание, и аутоинтоксикация, то есть самоотравление нашего организма продуктами распада его же клеток. Какие условия для того, чтобы этого не происходило? Необходимо, чтобы состояние, чтобы лимфа была жидкая. Для этого, опять я повторюсь, необходимо пить достаточное количество жидкости. То есть, в принципе, прийти к оптимальному состоянию здоровья достаточно просто. Одно из основных условий это пить большое количество воды. Мерилом того, сколько воды нам нужно пить, будет служить цвет нашей мочи. Если вот наша моча прозрачная, значит, мы пьем столько воды, сколько нужно. Если цвет нашей мочи начинает желтеть, значит, нужно взять и выпить еще воды. Так вот, состояние лимфы бывает в двух видах. Она либо жидкая, в медицине это называется золь, либо такая плотная, гелеобразная, в медицине это называется гель. Вот нужно добиться того состояния, чтобы вся наша лимфа была в состоянии золь. То есть, жиденькая. Как нам проверить, в каком состоянии находится наша лимфа? Да, элементарно. Мы берем кожную складку на животе и начинаем прокатывать живот. Если эта складка идет безболезненно, мы по пути ее прокатывания не встречаем никаких уплотнений, не встречаем каких-то таких вот, скажем так, неприятных ощущений, то значит, наша лимфа жидкая. Если же прокатывая складку по животу, мы сталкиваемся с болезненными ощущениями, что якобы у нас кожа болит, там где-то нам больно, или там что-то еще там внутри болит при прокатывании складки, или просто настолько кожа плотная, что мы эту складку даже не можем прокатить где-то в каких-то местах, кожа просто так раз, как я делюсь, винила, это как панцирь. Это говорит, что лимфа очень плотная, и в этом случае необходимо прям физически руками разминать эти места, разминать, разминать и пить водичку. Это что касается лимфатической системы. Здесь Василий Васильевич уточняет, а чем прокатывает? Роликом что ли? Пальцами. Пальцами. Мы берем пальцами складку, вот как вот кожу оттягиваем, да, взяли пальцами одной руки или пальцами двух рук, и кожу прищемили слегка, и вот так вот ее потом берем и перекатываем пальчиками, то есть как волну. Катим эту складку как волну, двигаем ее через весь живот, справа налево, снизу вверх, тут можно даже сверху вниз эту складку катать, не важно. Главное, чтобы прокатать, и чтобы везде наш животик был мягкий, вот это вот, не важно даже там есть у Вас жир при этом, есть ли у Вас лишний вес, там и так далее. В этом случае это конечно имеет значение, но для прокатывания складки нет. И вот добейтесь такого состояния, чтобы не было нигде уплотнений вот кожи, не было, чтобы кожа мягенькая и безболезненная везде прокатывалась. Тогда можно будет говорить о том, что лимфа находится в нормальном, хорошем, таком, жиденьком состоянии, и соответственно сможет выполнять все свои функции. Вот ты говоришь на животе, но это когда сам себя делаешь, а я тогда делаю массаж кому-либо, и обращаю внимание, вот тут вот на спине, к примеру, кожица отходит хорошо и перекатывается, а вот доходишь до какого-то места и не то, что перекатывается, а ее не отнимешь, там как будто бы мышцы напряжены, тонус очень большой. Это тот же самый показатель, тоже загущенности лимфы в этом данном месте, или это другое что-то? Нет, безусловно, безусловно. Это и есть вот тот показатель густоты лимфы. Был ученый, его фамилия Киплер, он посвятил исследованию лимфы всю жизнь. Так вот, он утверждает, что при обнаружении вот таких плотных мест можно говорить о том, что примерно в локализации этого места имеется какая-то дисфункция или патология. Обычно в области патологии лимфа плотная. И даже когда, к примеру, туда пытаешься сделать инъекцию какую-то подкожную в область патологии, то это всегда гораздо более болезненно, нежели там соседнее место, где кожа мягкая, там лимфа движется. Это именно признак патологии. Ты прав. Хорошо. Но еще таким же образом можно, наверное, проходить по всему телу. Ведь известно, что по всему телу кожица немножко может приподниматься и небольшая волна в зависимости от жировых отложений может идти. Это к большинству человеческого тела вместо там подходит такой принцип? Конечно. Или спина и живот? Конечно. Эту складку должно прокатывать начиная от пятки через всю спину, через череп, по лицу, по шее, по животу и возвращаться к пятке через ступню. Это будет в идеале. Есть, конечно, такие методики, когда мы прокатываем вот уже все отработали живот так, что он мягкий, безболезненный, потом принялись уже за складку, за лимфатическую систему. Прокатываем ее везде. На животе, на спине, сбоку, по рукам, по шее. Вплоть до того, что если у человека без волос, то по голове ее прокатываем. Прокатываем по ногам. То есть добиваемся того, чтобы нигде на теле не было таких уплотнений, болезненных участков. Ну, я понимаю, там по телу можно прокатить, на руках, на ногах, на животе, даже на попке можно прокатить. Но теперь я зато понял, почему у нас у всех проблемы в жизни. Потому что мне ни разу ни у кого не удавалось прокатить складку по голове. А как ты говоришь, там, где не прокатывается, там патология. Это точно, да. Кстати, по голове, да, там тоже, вот зачастую, бывает, просишь пациента побрить голову для того, чтобы можно было сделать какую-то терапию. И сталкиваешься с тем, что действительно кожа на голове настолько плотная, что даже зачастую вот там какие-то инъекции или еще что-то, прям игла с треском туда входит. Настолько там все уплотнено, и складку через голову катать очень полезно. И человек вразумляться, я думаю, будет очень хорошо после этого. Наверное, человек очень много работает головой, если у него так уплотнено там все. Но я себе представляю, ладно, это я могу себе представить, но что приходит те женщины, ты говоришь, гражданочка, побрите, пожалуйста, голову, я вам ту складочку по голове погоняю. А все зависит от мотивации и от того запроса, с которым эта женщина приходит. Если эстетические моменты, то, конечно, ни к чему. А если стоит вопрос жизни и смерти, там крышка гроба сзади постукивает, то там уже не до сентиментов, там будут и голову брить, и все, что надо делать. Ну да, или я тебе по голове складочку прокачу, или крышка гроб тебе постучит, да. Выбор, в общем-то, небольшой. Понятно. Ну что ж, еще у нас есть несколько минуточек до музыкальной паузы, буквально там минуты четыре. Что-то расскажешь за четыре минуты? Да, конечно. Давай. Ну, давайте еще поговорим о шее. Шея – это тоже очень важный такой момент, очень важная часть нашего тела. Дело в том, что от шеи зависит кровоснабжение головы. И если на нашей шее, мы сегодня немножко говорили о шее, так вот, возвращаясь к этому, я бы рекомендовал всем делать самостоятельный массаж шеи. То есть, мы берем пальцы своей руки и вот перебираем мышцы шеи, находим какой-то болезненный участок. Нашли его и начинаем разминать его до снижения болезненности или до его ухода. И таким образом постепенно, постепенно проходим всю шею, чтобы не оставить там ни одного болезненного участка. Каждый болезненный участок на нашем теле, на шее – это напряжение. Если это напряжение в мышцах шеи, то это, соответственно, это, возможно, передавленные какие-то сосудики, которые кровоснабжают голову. Это, возможно, какие-то защемленные нервные окончания, которые иннервируют, возможно, там, уши, глаза, там, там, еще какие-то отделы головного мозга, которые идут каким-то нашим органам. И таким образом мы улучшаем иннервацию нашего организма. Например, мышцы шеи рефлекторно связаны с почками. Боковая сторона, передняя сторона мышцы шеи рефлекторно связана с желудком. Нижняя часть шеи, она связана, ну, и, соответственно, с щитовидной железой. Задняя поверхность шеи в районе основания черепа, она связана с областью поджелудочной железы. И таким образом, разминая шею себе самостоятельно, мы можем рефлекторно воздействовать на все эти органы и опосредованно улучшать их состояние. Вот, достаточно просто все это делать и при этом эффективно. Плюс, разминая шею, мы улучшаем работу головного мозга, улучшаем его краснабжение и, соответственно, будем чуточку умней и смекалистей. Вот. Тут Василий Васильевич шутит. Получается, если получил по шее, то почки стали лучше работать? Ну, иногда бывает, да. Иногда бывает. А вот по поводу того, что если на спине какие-то такие есть серьезные залежи, информационные, мышцы там в тонусе, ничего не оттягивается. Один из способов, который мы разбирали в одной из передач, но не с тобой, а с Костоправом, там мы рассказывали про то, что баночку можно большую поставить, больших размеров, вплоть до трехлитровой банки, смазать спину вазелином там или чем-то еще, поставить баночку и вот покатать таким образом, поперемещая. Будет такой баночный массаж. Вот как ты к этому относишься? Да, хорошо отношусь. Я сам делаю подобные процедуры, но если не трехлитровая банка, у меня есть специальная банка для баночного массажа. Прекрасно. Если, к примеру, у человека нет трехлитровой банки или там специальной банки, можно применить ударно-динамический массаж. Для этого нужна всего лишь там правая или левая рука или обе руки. Вышлепывание. Вышлепать спину до синяков в месте, где вот есть уплотнение. И этого будет достаточно для того, чтобы частично или полностью мышечный тонус ушел, снялось напряжение. Но при этом важно понимать, что опять же мышечный тонус в какой-то области спины он опять же рефлекторно связан с чем-то. У нас каждая мышца напрягается не сама по себе, перенапрягается, вернее не сама по себе, а тогда и только тогда, когда создаются условия для ее перенапряжения. И вся наша спина она в принципе разбита на определенные рефлекторные зоны. По правой стороне мышца чуть за лопаткой провертебральной это там область печени. С другой стороны это область сердца. Центр лопатки это определенный образ. Выше там идет поперечно-ободочная кишка. Ниже область почек. Там потом желудок, поджелудочные кишечники. Вот так вся спина разбита на определенные рефлекторные зоны. И опосредованно конечно мы можем так делать. Мы можем делать баночный массаж, можем делать вышлепывание, можем делать гуаша, банки просто ставить, создавая гематомы на месте на триггерной зоне и тем самым расслабляя ее. Но здесь с точки зрения нашей системы на миде вот правки живота и так далее имеет значение, что если не убрать напряжение в самом животе в рефлекторном органе, то через какой-то период напряжение в эту мышцу может вернуться. Поэтому в своей практике я всегда рассматриваю и коррекцию упорно-двигательной системы и работу с животом в совокупности. применение чего-либо отдельно, либо правка живота без коррекции упорно-двигательной системы или коррекция упорно-двигательной системы без правки живота это полумера в любом случае. Поэтому когда мы снимаем напряжение с мышцы, необходимо еще снять напряжение, но не то, что необходимо, а желательно для того, чтобы полностью справиться с проблемой, снять напряжение с внутреннего органа. Если, к примеру, вследствие вот такого гипертонуса мышцы, изменение положения почки, у нас кривился таз, у нас там извернулся позвоночник, изменилась визуальная длина ног, положение плеч, то, конечно, мы корректируя опорно-двигательный аппарат, все это можем выровнять. Но если мы не устраним причину, которая вызвала эти изменения, то подобное положение может вернуться. И поэтому я считаю, что необходимо корректировать опорно-двигательный аппарат, корректировать тонус мышц, но и корректировать, снимать напряжение с внутренних органов. Потому что наш организм это целостная система. И нельзя отделить скелет, мышцы от внутренних органов или внутренние органы от скелета. Это просто, на мой взгляд, это невозможно, неразумно. Сынок, почему у тебя двойка по физике или по математике? Да, что-то с головой как-то поплохо. Но дети, я это отшлепаю, голова начнет работать хорошо. Теперь я понимаю, почему там надо шлепать детей, пока они еще по переклавке ложатся. Ну что ж, давай послушаем музыкальную паузу и после этого продолжим разбирать тему. Вы слушаете Народное Славянское Радио Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном Славянском Радио. Напомню, что по одному из современных календарей 3 мая 2016 года вторник, по одному из старинных 22-й день месяца посева наречения 7524-го лета, шестица, да еще и день мудрости крышня. Мы говорим про то, что живут всему голова. Захар Белинский Арират, главный наш ведущий, рассказывает много чего интересного. Мы прошлись уже и по голове, и прогнали волну по пяткам и по спине даже там попрыгали, постучали и отшлепали для того, чтобы в голове что-то прибавилось ума. Ну вот, поскольку живут всему голова, мы уже с тобой там поговорили про печень и про желудок и про тонкий кишечник, что же там еще и в животе у нас есть и как с этими, с проблемками, которые возникают в животе, как нам справляться? Алексей и радиослушатели дорогие, я хотел бы сказать о чем? О том, что попробовал обдавливать живот не просто одним нажатием, да, вот как принято, там, на живот надавил в одном месте и держишь там или разминаешь, а при помощи двух точек воздействия. И такой метод привел к тому, что болезненность уходит чуть быстрее, чем при обдавливании с одним контуром нажатия, быстрее снимаются спазмы, расслабляются быстрее. То есть, здесь мы можем воздействовать на напряженную ткань, на напряженную область не только в одном направлении, а задавать именно растяжение в том направлении, куда нам нужно и воздействие делать. к примеру, когда мы обдавливаем желчный пузырь, мы поддавливаем его обычным к позвоночнику, воздействие в определенную точку, под углом примерно порядка 45 градусов придавливаем к позвоночнику и разминаем. При этом мы оказываем воздействие на 12-перстную кишку. Но более эффективно здесь будет, если мы, к примеру, зафиксируем положение желудка, то есть, сделаем так, чтобы желудок был недвижим, уже придавим желудок к позвоночнику. И после этого начнем разминать область 12-перстной кишки. Тогда разминание будет более качественным, потому что, скажем так, 12-перстная кишка меньше будет гулять и никуда от нас она не денется. И воздействие на нее будет более точечное. То есть, в своей практике я стал применять такой метод двух точек воздействия и считаю, что он более эффективный. Вот, если кто занимается более серьезно, профессионально работой массажем живота, попробуйте применять две точки воздействия. Одним нажатием вы фиксируете необходимую вам к работе область живота, а вторым воздействием вы разминаете или придавливаете. Причем фиксируем мы всегда уже обезболенную область. Здесь можно сказать еще о том, что, конечно же, первоначально мы воздействуем одним нажатием, размяли первую область, чтобы сделали ее безболезненной, затем следующим нажатием мы ее фиксируем и начинаем продвигаться уже дальше по животу. Так визуально, вернее, не визуально, а вот как это слышится, звучит, может быть, не очень понятно, непонятна эта эффективность, а вы попробуйте на самом деле на животе, хоть на своем, хоть на другом, если у вас есть понятие и практика об этой теме. И вы поймете, убедитесь, что на самом деле так несколько эффективно. Причем, я уверен, что не я это открыл, не я это придумал, а поскольку у человека две руки и один живот, то еще наверняка наши предки так делали, использовали в массаже живота обе руки. Могут сказать люди, что мы и так в массаже живота используем обе руки. в стандартной методике, которую предлагает профессор Александр Тимофеевич Агулов, там вторая рука тоже может задействована для того, чтобы опереть ее на легкие или поддавить двумя руками. Но то, о чем я говорю, это принципиально иной способ воздействия. То есть, мы одним нажатием фиксируем область, вторым нажатием разминаем. Бывает так, когда мы где-либо разминаем в нашем животе, то боль эродирует в какое-то другое место. То есть, нажимаем на кишечник, луч уходит в пах или луч уходит вверх в область солнечного сплетения, то в этом случае целесообразно оказать второе воздействие в то место, куда уходит луч болезненный. И вы заметите, что практически сразу этот болезненный луч уйдет. И боль из первичного места нажатия она тоже уйдет быстрее. Я пришел к этому, можно сказать, не то, что случайно, но во время импровизации был один из пациентов, который имел обширный, можно сказать, или спаечный процесс, или обширное напряжение в области живота. И у него боли постоянно эродировали то в одно место, то в другое. И приходилось за ними гоняться, важно говоря. И я подумал, а почему мы не воздействовать на обе точки сразу? И начал так делать. И в течение достаточно непродолжительного времени удалось обезболить ему живот. Я считаю, что это достаточно эффективно и интересно. Попробуйте. К примеру, с кишечником можно так работать, воздействуя на допустим, разные стороны кишечника. Я хочу сказать, что эта техника, вернее, не то, что эта техника, метод двойного обдавливания уже на данный момент существовал и существует в других видах терапии. К примеру, в Юмейха. Но в Юмейха там система достаточно... То есть, Юмейха это японская терапевтическая система, которая была создана Масаюко Сайонжи в 50-х годах прошлого века. Туда были собраны, на его взгляд, лучшие терапевтические мануальные техники со всего Востока. У него там есть техника работы с животом, но там идет параллельное обдавливание, симметрично позвоночному столбу происходит надавливание там и надавливание симметричное. Здесь же надавливание не является симметричным, они могут быть симметричными, но по большей части не являются. Мы работаем по ощущениям, по состоянию животу. Нажали в одно место, заболело в другом. Нажали еще туда, обезболили, зафиксировали, перешли дальше. То есть, получается, как такая эстафета, цепочка. И мы разбираем весь живот постепенно, постепенно по цепочке, переходя от одной болезненности к другой. Вот такая система, я думаю, что тем, кто профессионально занимается, и даже тем, кто самостоятельно мнет себе живот, она будет полезна. Ну, главное, не переусердствовать, скажем так. Ну, что надо себя любить и не вырвать. Начинаешь массировать живот и вырываешь гланды, да? Чтобы такого не произошло. Ладно, хорошо. Ну, а может быть, расскажешь, с чего начинать? Мы как-то в одной из передач рассказывали про верхнюю, массаж верхней части живота. Те, кто интересуется этим направлением, наверное, оттуда все уже взяли. Может быть, расскажем про нижнюю, как массировать нижнюю часть живота? Конечно, с радостью. Массаж нижней части живота обычно всегда начинается с массажем области мочевого пузыря. То есть, первичное воздействие надавливания производится на область сразу за лобком. Но прежде чем производить надавливание, целесообразно будет провести такую экспресс-диагностику состояния мочеполовой системы, потому что непосредственно на нее мы будем воздействовать. Как ее провести? Во-первых, прислушайтесь к голосу человека. Если у человека голос хриплый, такой низкий, это уже будет говорить о том, что есть проблемы с мочеполовой системой. Причем, неважно, женщина это или мужчина. Вот иногда бывает у женщин такой грубый голос. Это будет для вас звонок, что есть ситуация по мочеполовой системе. Дальше мы производим такое легкое надавливание на симфис лобка, то есть на то место, где срастаются лобковые кости. Туда надавливаем и интересуемся, есть ли болезненные ощущения при надавливании на надкоснице или нет. Надавливаем на крайние части лобковых костей, интересуемся там, есть ли болезненные ощущения надкосницы или нет. Это будет нам о чем говорить. Если мы надавливаем на симфис лобка, там появляются болевые ощущения, то, соответственно, это есть проблема, какие-то там дисфункциональные, возможно, воспалительные процессы у женщин в матке, у мужчин в простате. Если мы надавливаем болезненные ощущения справа или слева на лобковых костях, то здесь можно судить о болевых ощущениях в яичниках или в яичках у мужчины. И таким образом, послушав голос, мы можем, обдавив лобковую постичку, мы можем судить о состоянии мочевой половой системы. Далее, легонечком, возможно, одним пальчиком, то ли большим, то ли указательным, безымянным, как вам будет удобно. В зависимости от размера тела, от размера живота пациента, надавливаем туда легонечко до появления первой, вот самой легкой боли. Надавили, подержали, боль ушла, немножко размяли, боль появилась, не появилась, снова устранили ее, погрузились на миллиметр глубже. И так вот постепенно, постепенно постараться снять всю боль. Итак, первое надавливание у нас происходит сразу за лобком, вертикально вниз. при этом вертикально вниз или же немножко под углом в сторону солнечного сплетения. Но ни в коем случае не под углом вниз. Мы не загоняем, не опускаем наш живот себе туда вниз, в лобок. А наоборот, либо вертикально, либо чуть-чуть поднимаем его вверх. Вот только таким образом. Затем перемещаемся немножко правее и немножко левее. Разминаем чуть правее, чуть левее лобка в этих местах. Там у нас могут проходить уже и кровеносные сосуды, то есть и артериальные, и венозные, и подвздошные сосуды. Там могут проходить у нас мочеточники. Там может уже быть область сигмовидной кишки слева и слепой кишки лицикального клапана с правой стороны. Разминаем вот эти области. Опять же наблюдаем за болезненностью. После того, как мы размялись здесь, мы поднимаемся чуть-чуть выше от лобка и у нас получается зона примерно середины расстояния между пупком и лобком. Оказываем воздействие туда. Но туда мы можем оказывать воздействие как? Можем пальчиком давить, можем двумя, тремя пальчиками, можем кулачком давить, можем локтём давить. Всё зависит от размера живота. Чем больше живот человека, тем более обширное первоначальное воздействие нам необходимо сделать. То есть сначала мы идём по такому принципу, обдавливаем площадь и затем сужаем, сужаем своё воздействие, делая его точечным в то место, где у нас локализуется боль. Потому что боль локализована, к примеру, на площади 1 квадратный сантиметр, она может эродировать первоначально на площадь, на поверхности живота на 10 квадратных сантиметров. Поэтому снимая поверхностную боль, углубляемся, углубляемся и доходим до источника боли и снимаем уже эту боль точечно. Либо мы её снимаем просто нажатием, либо нажатием с разминанием, либо какими-то вибрационными движениями. Это уже всё зависит от нашей, скажем так, творчества. Потому что массаж живота, я всегда это говорю, что это творческий процесс. И к каждому животу необходимо подходить индивидуально. Нужно чувствовать живот, нужно понимать живот, нужно любить живот. Как бы так, свой и пациент. Итак, обдавили лобок, обдавили чуть правее, чуть левее лобка, потом чуть-чуть поднялись вверх, где-то на 3-4 пальца. У нас получилась ситуация где-то половина расстояния от пубка до лобка. Там обдавили зону, затем поднялись ещё чуть-чуть выше. Там будет у нас примерно зоны разделения и аорты на артерии, и полой вены, вены, расходящиеся на подвздошный правый левый, размяли вот эти места. То есть мы снимаем напряжение, ещё начинаем потихонечку подниматься по сосудам, разминаем области бифуркации, то есть разделения сосудов. Для чего мы это делаем? Для того, чтобы восстановить кровоснабжение в области таза. Мы начали разминать чуть право и слева от лобка, то есть там, где эти сосуды уходят в тазовые кости. И постепенно поднимаемся вверх к местам разделения этих сосудов, то есть там, где эти сосуды сходятся в полую вену и в аорту. Там разминаем. Затем смещаемся правее и левее. У нас уже получается чистая область сигмовидной кишки, это слева будет, и слепой кишки с правой стороны. Слепой кишки и там части лицикального клапана, угла. Разминаем там, добиваемся, ощупываем очень внимательно. Разминаем, причем разминания могут быть, это я говорю о точках, а точки разминать мы можем по-разному, опять же, возвращаясь к этому. Можем разминать одной рукой, можем разминать двумя руками, можем разминать одним пальцем, двумя, тремя, ладошкой, кулачком, ребрами пальцев, ребром ладони, локтем, двумя большими пальцами, двумя указательными пальцами. Это кому, как удобно. Здесь зависимость от обстоятельств, от того момента, как для вас возможно приложить вектор направления силы. Исходя из этого. Мы можем, к примеру, область сигмовидной кишки, область слепой кишки размять непосредственно с одноименной стороны сверху, нажимая. Мы можем перейти на другую сторону, из противоположной стороны ладошкой вот так вот потихонечку как бы запуская пальчики под подвздошную косточку, вот так подтягивая их чуть-чуть вверх и в сторону. Вот так постепенно миллиметр за миллиметром, сантиметр за сантиметр подниматься в сторону пупка, разминая вот эти вот подвздошные области с одной и с другой стороны. То есть, вариантов разминания очень много. Я же сейчас скажу о схеме. А там всё дальше зависит от вашего мастерства, от вашего творчества. Итак, размяли мы область сигмовидной кишки, область слепой кишки. Это области, которые находятся чуть выше наших подвздошных костей. Вот этих вот костей таза, которые справа-слева мы можем нащупать. Слава Богу, если человек может их нащупать, значит, у него ещё не такой огромный живот. Те же, кто не может нащупать эти кости, то это примерно где-то на две трети от лобка до пупка и смещено с правой и с левой стороны живота. Вот эти области размяли. Затем, после того, как мы размяли эти области, мы начинаем разминать, снимаем какие-то возможно спазмные процессы с мочеточника. У нас мочеточник проходит от почки к мочевому пузырю. Мочевой пузырь до этого мы уже размяли, сняли с него напряжение, условно говоря. Причём, если нам даже при одном разминании не удаётся снять полностью напряжение с мочевого пузыря, не нужно добиваться, вот прям нет и всё. Я сейчас потрачу три часа, но сниму напряжение с мочевого пузыря. Ничего подобного. Если в течение двух-трёх минут, максимум 15-20 минут вам не удаётся снять напряжение с мочевого пузыря, прекращайте. Достаточно того, что, к примеру, оно немножко уменьшилось, немножко уменьшилось, или же, может быть, даже и вообще не уменьшилось при сильных напряжениях. Переходите дальше. Но имейте в виду, если, к примеру, боль ни в коем мере не ушла с мочевого пузыря, то на почке в этом случае вы воздействуете очень аккуратно, потому что напряжённый мочевой пузырь может затруднить приток мочи от почек. Если вы начнёте воздействовать на почке, у вас будет затруднен спазм мочеточника или спазм мочевого пузыря, то может нарушиться отток мочи и возникнуть неприятное состояние с почкой. У человека может подняться температура, и боль в почках появится, его затрясёт и так далее. Имейте это в виду. Мы будем предполагать, что вам в какой-то мере удалось облечить болезненное состояние мочевого пузыря, если оно было, и мы пробираемся по мочеточникам к почкам, разминаем мочеточники. Как мы разминаем мочеточники? Место их прохождения анатомически примерно от правой и левой части лобка и до области находящейся, это если с передней стороны тела смотреть по животу, области до линии пупа посередине живота и чуть-чуть правее, соответственно, и левее его, потому что в почке в передней проекции располагается вот пупок наш и примерно 3-4 пальца от пупка, вот если вертикально вниз опустить линии, мы примерно упрёмся в почке, но опять же нужно понимать, что левая почка чуть выше, правая чуть ниже, вот, там на какую-то часть расстояния и проходим мочеточники, мочеточники мы разминаем, прижимая к позвоночнику, опять же, теперь вы можете понять, почему до этого мы так разминали вот эти области, потому что если вот подвздошные области у нас будут напряжены, области бифуркации, разделения сосудов будут напряжены, то мы не сможем полноценно обдавить мочеточники, потому что при надавливании в эту область вы будете ощущать болезненность от кишечника, болезненность от напряжённых сосудов. Итак, мы прижимаем мочеточник, это такая очень тоненькая трубочка, и не обязательно искать её именно, где она, вы можете её не нащупать с первого раза, но вы примерно для себя умозрительно предположите, как она проходит, от правой и левой части лобка до области, вот как я описал, там чуть правее, на 2-3 пальца от кубка, и вот эта область под углом примерно 45 градусов, прижимая к позвоночнику, вот так вот разминаем, с правой стороны, с левой стороны, размяли, и очень важный момент, хотел обратить внимание, при работе с мужчинами, начинайте работу с левой стороны тела, при работе с женщинами, начинайте работу с правой стороны тела, причём, в принципе, не важно, какая сторона тела у человека наиболее патологичная, а у человека всегда наиболее патологичная какая-то из сторон тела, то есть обычно все, обычно, я говорю, то есть это не всегда, это не каждый раз, это обычно, бывает так, что проблема человека кроется по одной половине тела, то есть может быть, допустим, Печень, желчный пузырь, толстая кишка, лицокальный клапан и, допустим, правая доля простаты. Или же наоборот, левая доля печени, левая почка, сигмовидная кишка и так далее. То есть, проблемы обычно распределяются по каким-то сторонам. Так вот, в принципе, неважно от того, в какой стороне локализуются проблемы, старайтесь с мужчинами начинать работать с левой стороны туловища, а с женщинами с правой. Но при этом хочу заметить, что всё равно, начиная массаж живота, мы начинаем работу с проработки желчного пузыря и области луковицы 12-перстной кишки. Это всегда. Ну а дальше уже это ваше творчество. Вот. И мы размяли с вами мочеточники. Размяли мочеточники и после этого мы подходим уже к воздействию на сами почки. Каким образом мы это делаем? Если мы это делаем с передней стороны тела, то отступаем от пупка где-то там 2-3 пальца. Или условно середину, живот может быть разных размеров, отступаем середину расстояния от пупка до края живота. Вот. Примерно середина расстояния. Если вертикально вниз опуститься, то будет примерно область почки. И я всегда практикую, надавливаю сначала одним пальцем, там большим пальцем потихонечку-потихонечку. Вхожу в тело, дохожу до ощущения первой боли, там останавливаюсь, его снимаю и опять же потихонечку погружаюсь. Сначала разминаю вот так одним пальцем. Потом вот именно с почками здесь действует немножко иной принцип, нежели я говорил ранее. Я всегда работаю, разминаю сначала пальцами, то есть так достаточно точечно, потом увеличиваю зону воздействия. Сначала это собранные пальцы, не в кулак, а вот так как пол кулака. Вот такая область воздействия. И затем, когда уже почки достаточно расслаблены, то воздействую уже всем кулаком. Причем воздействие производится не совсем вертикально вниз, а как бы под небольшим углом, то есть немножечко поднимая почку вверх. Вот, и разминаем область почки, добиваемся ее обезболивания. Затем, каким образом еще можно воздействовать на почку? Для того, чтобы более эффективно на нее воздействовать, мы берем одноименную коленку и сгибаем ее в бедро человека. Приподнимаем, подтягиваем его к животу, к пупку. И когда мы делаем такую процедуру, то внутренние органы уже сами по себе, они немножко подталкивают почку вверх, немножко ее фиксируют. Если в ином положении тела почка может естественным образом двигаться, внутри утробном пространстве, то когда мы поднимаем ногу вверх, голень, то немножко ее фиксируем. И так нам легче и эффективнее на нее воздействовать. И из такого положения уже разминаем почку, добиваемся ее относительно безболезненности или полностью обезболиваем. Затем мы представим, что почку мы обезболили в таком положении. Затем, чтобы еще лучше почку проработать, мы собираем согнутые ножки нашего пациента вместе и кладем их на один из боков. То есть собрали, вот пациент лежит, всегда во время массажа пациент лежит с согнутыми ногами. То ли они на валике на каком-то, то ли он их сам держит, и вот у него согнутые ноги, и тут мы просто их валим. При этом плечи пациента должны оставаться на месте. В этом случае получается, что немножко смещается таз в сторону наклона. Но нам это и нужно. Мы, в принципе, добиваемся такого изменения положения туловища, что снова фиксирует почку в определенном положении. И здесь мы со стороны спины делаем упор либо кулаком, либо пальцами в область почечного пространства со стороны спины. И уже через живот снова воздействуем на почку, но уже из такого положения. Воздействуем, разминаем, снимаем болезнь. Допустим, мы уже сняли болезнь, и всё, в таком положении нам тоже не больно. Что дальше мы делаем? Дальше мы выпрямляем, убираем валики, всё, просто кладём ноги пациента горизонтально ровно. И уже из положения горизонтально ровно уже снова проделываем все эти манипуляции с почкой. Но опять же я повторяю, что цикл манипуляций не должен превышать 20 минут на одну почку. Если там более 20 минут, может начать выделяться гистамин, получится отёк и так далее. То есть ничего хорошего здесь не будет. Поэтому до 20 минут у вас есть. И уже делаем, скажем так, разминание при прямых ногах. При прямых ногах, допустим, тоже обезболили. С одной и с другой стороны. Всё это делается поочерёдно. В одном положении на одной почке, на другой почке. Потом изменили положение на одной и на другой. Делаем синхронно, поочерёдно. Затем, когда мы почку обезболили с разных положений, мы только после этого можем предпринять какие-то попытки поставить её на место. Ставить почку на место до полного её, скажем так, обезболивания. Ну, не то, что опасно или нельзя. Ну, скажем так, нецелесообразно, потому что вряд ли она на место станет. Вот. Каким образом мы её ставим на место? Мы, опять же, как в предыдущем упражнении, сгибаем пациенту колени. Одно, одноимённое колено, которая нам нужна, мы подтягиваем, подгибаем его максимально вверх. В то же время оказываем воздействие на почку как можно более широким способом. То есть, кулаком на почечную зону надавливаем. Если ощущается боль, держим до того, как боль пройдёт. И фиксируем руку в этом положении, в животе у пациента. При этом, ну, можно попросить, чтобы пациент сам двигал ногой, распрямлял её. Я обычно делаю, сам двигаю. То есть, беру пациента за лодыжку, опускаю стопу на поверхность стола, кушетки. И потихонечку его тяну. Прошу, тяну за стопу к себе. Прошу, чтобы пациент, как только почувствует лёгкую боль, сказал. И двигаю, двигаю. Как только пациент говорит, всё, мне больно, я останавливаюсь. И фиксирую ногу в этом положении до того момента, пока боль не пройдёт. Что это происходит? Мы в данном случае почку приподняли. Но мочеточник у нас же имеет одно положение. Которое привычно к неправильному положению почки, допустим. При её опущении. И когда мы почку приподнимаем, мы начинаем разбегать ногу. То мы немножко изменяем уже положение самого мочеточника. И именно какие-то лёгкие боли и спазмы в нём мы ощущаем. И вот таким образом нужно протянуть, распрямить ногу. Снять болезненность на всём пути распрямления. Распрямили. Один раз проделали, второй раз проделали. И обратите внимание, что через несколько раз уже, проделывая подобные манипуляции, вы выпрямляете ногу безболезненно. И после того, как вы проделали это с обоими почками, то здесь будет целесообразно закрепить положение почек при помощи простыни. Либо при помощи эластичного бинта. Вы просите, чтобы пациент немножко приподнял таз вверх. И обматываете ему область поясницы. Вот таким эластичным бинтом или простыней. То есть, как бы создаете дополнительную компрессию, дополнительное давление в чреве. Тем самым фиксируя почки в том положении, в том состоянии, куда вы их поставили. Попросно говоря. Здесь же есть такой интересный момент. Очень часто изменение положения почек, ну не очень часто, а всегда, изменение положения почек сопряжено с изменениями в положении опорно-двигательного аппарата. То есть, изменяется положение таза, одна нога становится визуально короче другой, изменяется положение плеч, одно плечо выше другого. И это может судить для нас диагностикой. То плечо, которое выше, обычно всегда именно эта почка опущена. Та сторона, которая выше Та сторона тазовых костей, которая выше С той стороны почка опущена Та нога, которая короче С той стороны почка опущена Диагностика опущения почки по тапочкам Смотрим тапочка Та тапочка, которую мы чаще всего шоркаем Та тапочка, которая сточена С этой стороны нужно искать какие-то изменения положения почки При этом, хочу заметить, когда мы размяли почку, расслабились, сняли болезненность, поставили её на место После этого откорректировать положение почки не составляет большого труда Там элементарные упражнения, либо из тайского массажа, либо из юмейха, либо из мануальной терапии Которые корректируют положение таза, корректируют положение плеч, позвоночника И таким образом мы делаем так, что ноги становятся равны друг другу по длине В моей практике это обычное дело, когда человек приходит с разными ногами, образно говоря, одна нога короче другой Причём, тут бывают интересные случаи Был пациент, который ездил, поехал в одно место, терапевт, который славится, к нему многие ездят Он его посмотрел, говорит, у тебя одна нога другой короче, это процесс, это долго и так далее А вот при помощи методики, которой я занимаюсь, при помощи правки живота и корректировки опорно-двигательного аппарата Я это делаю в течение 40 минут И через 40 минут у него ноги ровные Абсолютно Через 40 минут Другое дело, что это нужно поддерживать ещё некоторое время подобной терапией Но выровнять человеку положение костей таза, положение ног, положение плечей практически идеально можно в течение одного сеанса Вот, это что касается массажа низа живота Поэтому я рекомендовал бы массаж низа живота сочетать с упражнениями из мануальной терапии для корректировки таза Что ещё сюда можно добавить? Здесь же, когда мы отмассировали почки, мы постепенно можем уже переходить к массажу верхней части живота Начиная с воздействия на брюшную аорту и полую вену Брюшная аорта и полую вены, соответственно, области, которые находятся левее и правее пупка Разминаем их и затем уже переходим на желчный пузырь Начинаем работу с верхней половины живота, вот как мы уже знаем Ну вот, Алексей, наверное, вкратце это то, что можно было сказать по массажу низа живота Хорошо, хорошо Ну что ж, как раз у нас здесь музыкальная пауза напрашивается Давай мы прервёмся И потом уже, наверное, начнём отвечать на вопросы наших радиослушателей И заодно будем касаться тех экспериментов, которые ты проводил Давай Хорошо? Всё, включаем музыкальную паузу Вы слушаете Народное Славянское Радио Продолжаем разговор Продолжаем разговор на Народном Славянском Радио Напомню, что по одному из современных календарей 3 мая 2016 года вторник По одному из старинных 22-й день месяца пассивного речения 7500 до 4-го лета шестица День мудрости крышеня Наш эфир посвящён теме «Живот всему голова» Главный сведущий Захар Белинский-Арерат И мы переходим к вопросам и ответам И также будем уже в беседе общаться и разбирать те методы, которые Арерат за последние, как говорит, полгода Скромно утаивал На себе испытывал Ну что ж Давай, наверное, для начала зачитаем Алексей, дозволь две минуты буквально ещё по прежней теме Очень важно на самом деле всем, кто слушает Ну, давай, давай, хорошо Целесообразно начать работу со спины Если, к примеру, низ живота очень спазмирован, очень болезнен Начать работу со спины И работу с почками тоже начать со спины То есть, что я имею в виду Сделать, может быть, медовый массаж на спине Вызвать синяки То есть, гематомы вызвать посредством банок Посредством баночного массажа Ударно-динамического массажа Постановки трёхлитровых и иных баллонов То есть, вызываем синяки, гематомы на спине И через какое-то время начинаем работать уже с животом И так будет достаточно целесообразно Есть ещё один метод, который позволяет снимать напряжение спазм из почек Использование молоточков Одного резиного, другого настоящего Металлического, 100-граммового И вот резиновый молоточек мы ставим на область почки со стороны спины А как нам определить, где почка со стороны спины Это значит, где у нас заканчиваются рёбра 12-е ребро Там середина почки Что справа, что слева И по расстоянию это где-то 3-4 пальца от позвоночного столба И там будет примерно находиться почка И вот ставим сначала рядышком с этим местом И по резиновому молоток на тело И по резиновому молоточку сверху стучим обыкновенным И интересуемся, больно, не больно Итак, если есть болезненность при проблемах То постепенно вот так выстукиваем всё это место И через вибрации вызываем выстукини Мы это обезболим Если нет под рукой молоточка То всё просто Мы кладём руку на тело И сверху стучим по ней кулаком другой руки Можно применить И вот опосредованно Так даже будет гораздо более эффективно Если мы сначала, к примеру, выстучим это место Там область почек со стороны спины Потом обставим банками А потом туда ещё поставим по пчеле На каждую почку И, допустим, через день или через два Начнём уже руками разминать Вот так будет максимально эффективно Наверное, с моей точки зрения Ну, собственно говоря Что хотел сказать, то сказал Да, главное здесь не переусердствовать То есть молоточком так стучать не очень Ну да, не очень Да, а то почки выйдут через какое-нибудь место Хорошо, а потом будет говорить А это нам Арират рассказал Сто-граммовый молоточек Я же говорю, маленький такой Сто-граммовый молоточек Ну да, да, да Я думаю, сто-килограммовый вряд ли кто поднимет Поэтому в граммах всё меряем Ладно, дальше Вопрос в эфир от Станислава Арират, можешь ли ты пояснить, разъяснить пословицу Путь к сердцу мужчины лежит через живот Ну там через его желудок, правда Ну, как-то так Я думаю, здесь это больше психологический вопрос Что когда мужчина сыт То, соответственно, эмоциональный фон у него Несколько иной, он добрый Говорят мужчины, если человек голодный, он злой Сыт, и он добрый Соответственно, уже к доброму человеку подход легче Да и в наших народных сказках говорилось о том Что накормила, напоила, да Баньки истопила, там Постель растопила, поспала Потом уже о делах говорить Ну, я думаю, здесь по аналогии Понятно Женщина, мотайте на ус Павел Рижанин Вопрос в эфир Арират, скажи А у папы моего с печенью плохо Лечить печень по средствам гемопатии Если нет возможности лечить у знахаря Можно ли? Или лучше покопаться в книгах травников И спросить жрецов по этому поводу? Я думаю, что лечить у гемопата можно Вполне Единственное, или лечить и в книгах копаться И у жизнерекущих интересоваться Все это вполне допустимо Единственное, я считаю, что все-таки необходимо понять Почему с печенью плохо В чем причина? И опираться, конечно, на процесс лечения Помогает гемеопатия, не помогает Но иметь в виду, что Всегда, если это хроническое заболевание То болячка уходит через обычное Обычно через какое-то легкое обострение То есть, если вы гемеопата Начали лечиться, пошло обострение Не нужно этого пугаться И убегать от него Говорить, что он плохой специалист Наоборот, если пошло обострение Значит, в принципе, гемеопат попал туда, куда нужно Понятно Значит, его молоточек пришелся к месту Хорошо Ты, кстати, если мы говорим уже о травах-травниках Может быть, поделишься каким-то из своих рецептов как раз? А, ну, давай попутно буду рассказывать Значит, я обратил свой взор на березу Собственно говоря, да? У нас в России какое-то дерево Береза Вот, я обратил на нее свой взор Дело в том, что береза отличается чем? Тем, что на ней практически никто никогда не паразитировал То есть, никакие там бактерии Никакие грибки Ну, за исключением чаги И вот я обратил внимание на чагу На его свойства Известно, что с древних пор С древних времен Он используется как противоонкологическое средство Я использовал чагу В дополнении с корнем солодки В дополнении с небольшим прибавлением полыни И получился вот такой вот препарат Который обладает всеми свойствами чаги При этом является очищенным, стерильным Но очищенным не от терапевтических средств А очищенным от возможной грязи Которая существует в природе Является стерильным И приготовлен для внутривенного вливания Его сила примерно пропорциональна тому Как мы можем либо пить таблетки Либо получаем что-то в вену Мы все знаем, что если что-то в вену колят То это гораздо сильнее Здесь получилось то же самое Препарат для внутривенного вливания Я его назвал чага-368 Он получился гораздо сильнее Нежели все вот такие вот Пероральные, образно говоря, аналоги То есть какие-то растворы, настои Спиртовые вытяжки и тому подобное Действует очень эффективно Я применял его на себе Применял его на тех пациентах Которые соглашались его применять То есть это всегда были, скажем так, безвыходные ситуации Когда у человека стоял вопрос ребром И всегда он давал положительный результат То есть что значит положительный результат? У человека улучшалось самочувствие И что самое важное Я не скрою, я применял его при онкопроцессах Опухоли Они изменяли свое состояние И начинали потихонечку распадаться Лимфоузлы воспаленные Которые, ну всегда воспаленные Примерно в области локализации опухоли Уменьшались Принимали нормальный вид И для себя я считаю Что слава богам Что мне довелось Так вот как бы столкнуться С таким составом Что собственно говоря По воле богов Мне пришла такая информация И я с божьей помощью смог его создать Я один, у меня есть профессионал Очень прекрасный человек Химик Ученый, который помогает мне в этих вопросах И он его сотворил Я его применяю И очень успешно Анонсировать, как бы кричать на весь мир Что вот там лекарства от рака И так далее Я не собираюсь сделать этого Не хочу Но я лишь скажу о том Что на моих пациентах Он работает и дает положительный результат Опухоли уменьшаются Болезнь не отступает У меня есть пациент У которого Опухоль В открытом виде То есть рана Такая не заживающая И до его визита ко мне Она прогрессировала Увеличивалась Так вот При воздействии этим препаратом Мало того, что Лимфоузел уменьшается Мало того, что Сама консистенция опухоли Изменяется Так еще и рана заживает Именно на глазах происходит Процесс затягивания Вот этой вот Раковой раны И уменьшения опухоли Это что касается Моих пациентов Я Собственно говоря Поскольку этот препарат Не проходил Как у нас там Испытания Исследования Сертификации И все остальное Скажу, что На моих он работает Как будет работать В других руках Я не знаю Но я знаю точно Что он работает И работает очень мощно Очень эффективно Со своей колокольни Скажу, что На данный момент Мне неизвестен Более эффективный препарат Вот При работе С онкологическими пациентами Вот Ты его назвал Чага-368? Да Я его назвал Чага-368 То есть Это получается Жидкий уже раствор, да? Да Это жидкий раствор Который Прям в вену Можно вводить Либо вводить его В составе каких-то растворов То есть Мешать с физраствором Мешать с раствором Перекиси Мешать с содовым раствором Ну В зависимости от Концепции лечения Вот И вводить его Единственное Он достаточно сильный Достаточно концентрированный Что его доза введения Нужно начинать Где-то с Одной десятой Двух Трех десятых Кубика То есть Не по кубикам А начиная Одна десятая кубика Там Три десятых кубика Да Там Пол кубика Максимум Для первичной дозы И желательно Максимальная доза Вот это Один кубик Больше Больше честно говоря Я Не себе Никому Либо Не вводил Вот Единственное Те больные Которые С онкологией Они Вену получают Один кубик И еще где-то Кубик Я подкалываю Под кожу В область опухоли Это еще дополнительно Вот То есть Ну в целом У них получается Два Но это В крайнем случае Реакция о том Что чага Это давно Уже используется Что такое За открытие Может быть Если чага Уже применяется Давным-давно В народной медицине Ну чага Чага Это уже давно Применяется Но она Никогда не Применялась Подобным образом Никогда не Использовалась В стерильной форме Для инъекций Внутри вена Потому что Ну Сил Я скажу так Что Ну Как бы То что мы пьем И то что Колоть вену Разница В десятки раз По эффективности Вот и все Собственно говоря Ну там плюс еще Способ изготовления Там используется Эта ультразвуковая Ванночка Вот Используется Там Температурный режим Там порядка Семидесяти градусов Вот Ну и Плюс добавление Еще полыни Корня солодки Туда же Вот в небольших Количествах Этот состав Они Дополнительно Усиливают его еще Вот И Максимальная Эффективность Достигается При введении Либо препарата Отдельно Внутривенной Либо при введении Его в растворе Перекиси водорода Внутривенной А чага Это Свежий грибок Или уже на засохшем Дереве Который остается Какой ты собираешь Ну Который засохший Ну Я просто говорю Есть на живом Еще там Попадаются А есть Который Дерево Ну Не меньше Я так смотрю Что по обхвату Береза Береза Тянула Где-то На Двадцатилетнюю Вот так А там Ну Обычно Живой Не засохший Живой Собираю Хорошо Так Следующий вопрос В эфир От Владимира Изматища Рерат Однажды Лет 10 назад Я использовал Грелку Когда брал живот Взял Полуторалитровую Бутыль Наполнил Горячей водой Обернул полотенцем Положил Под бок И лег спать Довольно быстро Стало облегчение Прямо чудодейственное Воздействие Ощущало Расскажи пожалуйста Подобное Происпользование Грелок И лечение Живота Как Когда И куда Прикладывать Ну Действительно Если мы Греем живот То Таким образом Мы снимаем Напряжение Мы снимаем Спазмы И причем Снимаем спазмы С той области Живота Куда ее Прикладываем Есть такой Способ Для того Чтобы Снять Первичную Острую болезненность Живота Бывает так Что пациент Приходит У него Весь живот Настолько болезненный Что притронуться Невозможно И как в этом случае Работать Либо со стороны Спины Начинать работать Каким-то образом Либо Берем полотенце В горячую воду Его И Вот это вот Горячее полотенце Кладем на живот Ну Какое-то время Полежало Вот так вот Две-три смены Горячего полотенца Делаем А лучше всего Даже чередовать Горячее-холодное Полотенце В конце Обязательно Нужно закончить Опять горячим Полотенцем И таким образом Мы расслабляем Снимаем спазм С внутренних органов Известен Прием Широко Применяется Грелка На область печени Когда Когда Нас Тошнит Когда Мы ощущаем Тяжесть В области Правого Подреберья Кладем Грелку На печень И В большинстве Случаев Нам становится Легче Вот Но В принципе На живот Можно прикладывать Куда угодно Единственное Конечно Хорошо бы Чтобы В этом месте Не было Каких-то Воспалительных Процессов Потому что Это может Только усугубить Ситуацию А так Если Живот Спазмировался Заболел Ощущает Тяжесть Где-то в животе Пожалуйста Кладите Грелку И Живот Будет Становиться Лучше Вот Хорошо А вот Помимо Чаги С чем Ты еще Экспериментировал За последние Полгода Это полынь Это полынь И Собственно говоря С полынью Я делал Концентрированный Отвар полыни Полыни горькой И точно так же Внутривенно Тоже Дает Хороший Результат И По Самочувствию И по состоянию Сохраняет Те свойства Которые Обусловлены Полынью Если интересно Я могу Зачитать Что у него тут Да Зачитай Скажи сразу Ты полынь что Листья использовал Стебли Или целиком Все что есть Или семена Потому что Нет Нет Вот Всю Зелень Которая Только была И стебли И листья Собственно говоря Но семена Нет Семена Полыни Я не Использовал А Сами Вот Состав полыни Обуславливает Его Действия Да Вот это Витамин А Витамин В6 Витамин С Яблочная лентарная кислота Дубильные вещества Смолистые вещества Каротин Эфирные масла Флавоноиды Фитонциды Калийные соли Различные спирты Горькие гликозиды Сапониты Но Вот Еще возвращаясь к чаге Я хотел сказать Что в основном Свойства Гриппа чаги Они обусловлены Наличием Чаговой кислоты В нем И вот Эта чаговая кислота И дает ту реакцию Которую мы получаем А у полыни У полыни Ее основные свойства Ее свойства Зависят от Фитонцидов Флавоноидов Фитонциды Являются Противомикробными средствами Флавоноиды Стимулирующими Средствами И Горькие гликозиды Они Как бы Еще Ну Я Не химик 100% Поэтому сказать Вот там Расписать эту формулу Не могу Но очень важное Значение Имеют они Вот Но все остальные Это как бы Вспомогательные Витамины Яблочная Интерна Кислота Дубильные вещества Защищающие клетки Каротин Эфирные масла Это как вспомогательные А основные вещества Флавоноиды Фитонциды Гликозиды Это те вещества Которые обуславливают Свойства Полынь является Сильнейшим Противовирусным Противомикробным Средством И Для того чтобы Допустим Уничтожить Какую-то Вирусную инфекцию Но я не имею ввиду Вирус герпеса Допустим Там грипп Или какие-то Менее сложные Инфекционные заболевания То опять же Достаточно использовать Вот Стерильный Отвар полыни Для внутривенного введения Я Почему Решил все Как бы Переводить на внутривенный Потому что Во-первых Эффективнее Во-вторых Доза меньше И Та же самая Народная медицина Только Чуть более Технологичная Можно так Хотя на самом деле Технологии особой нет Просто Отварили Профильтровали Простерилизовали И используем Вот В отличие от Там Некоторых рецептов Народной медицины Где полынь Нужно настаивать По 40 дней Здесь Достаточно В течение Одного дня Приготавливается Состав Который По своим терапевтическим Свойствам Не менее Даже и более Эффективный Нежели этот состав Который настаивается 40 дней Поэтому Ну Я понимаю Древность Древностью Но Необходимо Я считаю Что Идти в ногу С целесообразностью И с теми возможностями Которые сейчас Открываются Тем более Ничего сложного Здесь нет Немножко Знаем химию Немножко Знаем Какие-то Элементарные Основы Гигиены И Варим Фильтруем Стерилизуем Вымеряем Ту дозу Которая нам нужна И вперед И состав Работает И очень хорошо Работает И противомикробное Противовирусное Средство Прекрасное Вот Я Тоже Выделил его В отдельное Средство Но Кому-то Может быть Чага Будет Слишком мощная Кстати От чаги Есть некоторые Побочные Эффекты Там Появляется Головная Боль Может Появляться Некоторая Раздражительность Такая Нервозность Но В принципе Она Исчезает После того Как Лечение Чагой Заканчивается А головная Боль Она Возникает Именно в пик Терапевтического Воздействия Потом Исчезает Причем Если У человека Есть Вирус Герпеса В голове То он Будет Ощущать Такую Токающую Боль В голове Пульсирующую Токающую Боль Это Приведение Чаги Говорит То Что Есть Вирус Герпеса Минимум Троничного Нерва Да Слушайте То есть Получается Что И чага И полынь Они В первую Очередь Бьют По таким Неприятным Нашим Друзьям Как Герпес Ну Полынь Полынь В меньшей Степени Но Полынь В целом Против Паразитов Хорошо Против Вирусов Против Простейших В этом Направлении Потому что Когда мы с тобой Говорили Про Раствор Солодовниковой Там Как раз Один Из Вознейших Направлений Вознейших Это Была Борьба С Герпесом Ну Да Ты знаешь Раствор Солодовниковой В чистом Виде Я уже Не Использую Этот Раствор Перекиси Водорода У меня Уже Превратился В такой Фитокомплекс То есть Там Основа Перекиси Водорода И Я туда Добавляю Корень Солодки Как иммунный Стимулятор И полынь Как противовирусное Средство И Чагу Как противовирусное Средство И Битулин Добавляю То есть Это Вот еще Одно Средство Которое Мне не Сказало Это Экстракт Березового Дегтя Он сам по себе Тоже является Мощнейшим Таким Противовирусным Средством Для восстановления Кровоснабжения Сосудистого Русла И вот Все это Намешиваю И получается Так Раствор Перекиси С фитокомплексом А От Самого Непосредственно В чистом Виде Раствор Перекиси Водороза С корнем Солодки Я уже Ушел Потому что Это менее Эффективно Нежели То о чем Я говорю Но ведь Многих Колбасит Как ты Выражался Трусит Даже от Корня Солодки От раствора Солодовников Что же Происходит Когда Приходит Загрязненный Зараженный Всеми Возможными Паразитами И вирусами В том числе И герпесом Человек И ты ему Сразу Вливаешь Нет Алексей Нет Ты меня Не так понял Я ему Сразу Ничего Такого Не вливаю Я ему Даже Перекись Сразу Не вливаю Я делаю Такую Тестовую Ситуацию Беру Соду Для внутривенных Вливаний И добавляю Туда Один кубик На 100 Миллилитров Раствора Отвара Корня Солодки И ввожу И смотрю Какая у него Реакция Есть люди У которых В организме В крови Зоопарк Их после этого Введения Начинает Так колбасить Но через Вторую Третью Пятую Седьмую Капельницу Их уже Не берет Допустим У кого-то На второй Капельнице Уже Не берет У кого-то После Седьмой Капельницы Не берет И тогда Я уже Наращиваю Мощь Я уже Тогда Добавляю Допустим В эту Соду Еще Что-то Потом Еще Что-то Усиливаю И на Выходе Человека У человека Даже Реакция Получается От Перекиси Водорода С фитокомплексом Когда 37.0 37.2 Температура Слегка Повышается Бывает Что нет Вот Это Бывает На выходе То есть После Всей Этой Терапии Я могу Предположить Ну Достаточно Так Уверенно На своем Опять же Со своей Колокольни Сказать Что В данном Случа У человека В организме Инфекции Нет Вот Ну Это Ты сейчас Сказал Про Все-таки Варианты Похожие На Солодовникова А вот Когда Уже Чага И все Остальное Здесь Как Человек Чувствует А Первый Раз Когда Ему Ставишь Перекись Чагой Ну И вообще Чагу Колешь Допустим Там Внутривенно Ну Один Пациент Утром Причем Минимальную Дозу Ввел И Пациент Утром Позвонил И говорит Ты знаешь Я ночью Чуть не погиб Ну Это он в шутку Так Сказал Я спрашиваю Что Как Он говорит Ну Меня очень Сильно 40 Выше Человек Ощущает Тремор Во всем Теле Он Потеет Постоянно У него Жар Вот Это такой Терапевтический Эффект От этой капельницы Происходит Вот этого Введения Вот И постепенно Эти все По мере Уменьшения Инфекции В организме Это все Снижается 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 То есть После Какое-то Количество Инъекций Человек Не чувствует Тремора В теле У него Его не бросает Так сильно В жар У него Чуть-чуть Поднимается Температура И постепенно Постепенно Все это Снижается Уменьшается Реакция Так Следующий Вопрос От Владимира Изматич Арират Допустим Человек Почувствует Что Качество Съеденного Продукта Не соответствует Ожидаемому Как правильно Прошу прощения Вывернуть Съеденное Съеденное Обратно Ну Элементарно Можно вырвать Да Как правильно Это сделать Можно Прям сразу Тут же Почувствовать Что съели Что-то не то Два пальца В рот Надавили На корень Языка Или Пальцем Начинаете Раздражать Язычок Маленький И у вас Происходит Спазм Желудка И содержимое Желудка Выплескивается Наружу Можно сделать Иначе Чуть Можно выпить Подсоленной Воды Но вода Не должна быть Теплой Должна быть Комнатной Температуры Подсоленной Это Одна чайная Ложка На литр Жидкости Лучше Морской Соли Или каменной Соли Подсаливаем Воду И выпиваем Как говорится Напиваемся По горлышка И уже Такой полный Желудок Выворачиваем Наизнанку Он заодно И промоется И все содержимое Из него выйдет Если к примеру Мы вырвали А ощущение того Что мы съели Что-то не то Не проходит То в этом случае Нужно обдавить Живот Найти на животе Болезненную зону Где вот Кишечник у нас Болит После того Что мы там Что-то съели То есть где Место спазмирования Кишечника И потихонечку Его размять 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 И когда мы Разомнем кишечник Мы почувствуем Что в принципе У нас уже ощущение Что мы съели Что-то не то Более нет В принципе Я вообще Всем могу посоветовать Что если что-то Съели не то Или что-то съели Вредное Вырывать не хочется Или нет возможности Разомните себе Кишечник Разомните живот И в принципе То что вы съели Не причинит вам Практически никакого Или особого вреда Следующий вопрос В эфир Посмотреть на видео Процесс гипоксии Где это возможно? Есть канал на ютюбе Можете фамилию и имя ввести Найдете канал Мой на ютюбе И там есть видео Я показываю Как делать самому себе Гипоксию Там подробно Со всеми объяснениями В принципе Практически так Как в эфире Даже может чуть подробнее Посмотрите Я там еще показываю Что и как Сделаете Многие смотрят Уже это видео И успешно себе делают Помогают Так что Пробуйте Ты там не материшься Когда в это Впадаешь В состояние Легкого Подсознательного состояния Пусть это будет Легкой интригой Понимаешь Пусть люди посмотрят А вдруг действительно Там Арерат матерится И вот будет Дополнительная мотивация Посмотреть Или может Арерат там крестится В бессознательном состоянии Понимаешь Мало ли там Что там А может еще что делать Понятно Ладно Смотрите В общем все вам откроется Хорошо Так дальше Смотрим вопрос В эфир От Геннадия из Твери Арерат Как можно излечиться Народными средствами От герпеса И профилактика Онова И причина Его возникновения Ну причина Его возникновения Это инфекция То есть вы Инфицировались Либо от матери Либо Уже из окружающей среды Где-то Вот А Как можно излечиться Народными средствами От герпеса Ну Опять же Можно использовать Какие-то Сильнодействующие Противовирусные Травки Ту же самую Полынь Чистотел Вот Если считать Перекись водорода Народным средством То вот Можно и при помощи Перекиси водорода Либо пить ее В течение Долгого времени Ну там Больше месяца Подряд нежелательно То есть месяц Перерыв Месяц сделали Потом еще попить Либо Колоть его в вену Вообще Официально В медицине Избавиться от герпеса Считается что невозможно Не только от герпеса От его разновидности Упштейнбара Цитомигаловируса И так далее Вот Их порядка восьми видов Но при помощи Перекиси внутривенно Это возможно Хотя В современной медицине Считается что Перекись внутривенно Колоть невозможно Вот Но Тем не менее Да Как раз Вот предыдущие Мы рассматривали варианты Один из Одно из следствий Применения этих Препаратов Как раз Уборка герпеса Слушай У меня такой вопрос Но все-таки Чага Это Все здорово Отлично Но Не каждый ходит в лес Не каждый собирает И тем более Не каждый знает В всех тонкостях Как приготовить чагу Если вдруг У меня появится желание Себе как-то Эту чагу Применить Себя как-то Ее запустить Могу ли я Написать Своему другу Арираду Сказать Слушай Арирад А пришли к мне Там пару колбочек С этим чудодейственным Настоем А да Конечно Пишите Кому нужен Пишите Пришлю Пожалуйста Пишите Хорошо А вот Химик Как он вообще Относится к экспериментам Это просто Ты пришел Сказал Слушай Дружище Выручай Вот надо Помочь Или он Настолько Заинтересован Что Сам уже Как бы Такой Творческий коллектив У вас сложился Сам предложил Это участие Слушай Ну Я Поскольку Этот вопрос Касается не меня Я оставлю его Без комментариев Но мы не называем Ни фамилии Ни имя Просто Ну Он Как бы Я его прошу Он делает Скажем так Вот Он доверяет мне И делает То что я прошу Вот Такое Хорошо Так Дальше Вопрос Эфир от Хелен Арират Подскажи Как восстановить Гормональный фон Как восстановить Гормональный фон Многих женщин Интересует этот вопрос Есть Несколько Рецептов Я бы Начну С первого Есть такая штука Называется Стимулин Д Вот Ее Стимулин Д Это спиртовая Вытяжка Из жука Пандеруса Или синий крыл По-русски Вот Вытяжка Из этого Синий крыла И Причем Его нужно Аккуратно Поймать Поймать Живым И живым Засунуть В спирт Если Поймаете Его Мертвым Засунете В спирт Ничего Толка Не будет Так вот Вот Это Стимулин Д Капаете Себе На Родничок Там Порядка Трех Капелек Потом Две Недели Голову Не моете И Воздействие Этого Стимулина Д На Гипофиз Гипоталамус Дает Выпрямление Работы Всей эндокринной Системы Вот Это Один Способ Второй Способ Это При помощи Ручного Массажа Живота Мы Восстанавливаем Кровоснабжение Запускаем Все Органы Гормональной Системы И Третий Есть Еще Достаточно Такой Несложный Способ У нас От птиц Сохранился Такой Редимент В прямой Кишке Есть Рецепторы Которые Отмечают Качество Мочи И По Качеству Мочи Регулируют Гормональную Систему Так Вот Можно Берем Утреннюю Мочу Немножко В призмочку И Делаем Спринцевание Себе В прямую Кишку И Таким образом Датчики Мочи Которые Там У нас В прямой Кишке Расположены Они Считывают Его Состояние И Посредством Этого Регулируют Нашу Гормональную Систему Вот Достаточно Такой Простой Эффективный Способ Дальше Вопрос В эфир От Васильевича Как Айрат Прокомментирует Диету Доктора Пегано К своему Стыду Я не знаком С диетой Доктора Пегано Не стыдись Многие Не знакомы Вопрос В эфир От Сергея Из Поволжья Вода Для питья Из-под Крана Подойдет Или есть Какие-то Рецепты Приготовления Воды В современных Городских Условиях Вода Для питья Из-под Крана Подойдет Или есть Рецепт Приготовления В современных Городских Условиях Я сам Пью Воду Из-под Крана Которая Пропускается Через Фильтр Три Штуковины Стоят И там Вводятся Отдельно Пью Такую Воду Единственное Что Я могу В нее Добавить Немножко Мертвой Воды Немножко Живой Воды Могу В нее Добавить Могу Ее Шунгитом Как-то Настоять В принципе По-разному Можно сделать Каких-то Минералов Туда Можно Накидать Каких-то Серебряных Медных Предметиков В медной Посудине Ее Можно Настаивать Ну а так Добрые слова В воде Говорить Она лучше Полезнее Будет Становиться Отстаивать Ее Замораживать Ее Можно По-разному Вообще Вариантов Приготовления Воды Достаточно Большое Количество Уже Эта тема Довольно Таки Хорошо Изучена И в Интернете И в Текстовых Вариантах И даже Видеороликах Есть подробные Инструкции Приготовления И структурированной Воды И омагниченной Воды И омагниченно Структурированной И природной Воды И чего там Только нет И живой И мертвой Воды И ионизированной Воды Так что Не поленитесь Просто Полазите По интернету Наберите А дальше Там Замороженный И так далее А дальше Начинайте Просто выбирать Какой из вариантов Для какой ситуации Вам больше подходит Но не забывайте Что все-таки Если вы применяете Воду Для лечебных целей То лекарство Не должно быть Постоянным В применении Это Именно Применяется Для лечения Если же вы говорите Просто о чистой воде Которую можно пить То в этом случае Достаточно соблюдать Некоторых параметров Которые должны быть Это Правильный Щелочной баланс О чем мы уже говорили В некоторых передачах Это Хорошо бы Чтобы не была Дистиллированная вода А чтобы это была Все-таки Насыщенная Какими-то Природными минералами И тут подходит Как раз Кремний Шунгит И прочее Что ее Минерализует Вполне хорошо Иногда бывает Настойка На яичной скорлупе Которая Яичная скорлупа Чистая Бросается на дно банки И она Минерализует Еще воду Дополнительно Вместо Вот этих Иногда бусинки Опускают Из ракушек Достают И опускают Или коралловая вода Вот Аналог будет Такой у вас Коралловой воды То есть Ищите вариант Чтобы у вас была Природная Хорошая Чистая вода Для постоянного Потребления Так Дальше Следующий вопрос Вопрос Сергея Из Поволжья А на это Я тоже задал вопрос От Виктора Есть Вроде бы Ну сейчас Я Сейчас я Еще это От Виктора Прочитаю Да Потому что Я посмотрел Мы уже Про городскую воду Пропусти Ответили А я Возвращаюсь Опять к ней Виктор Вопрос в эфир Меня учили Что массаж Живота По спирали Делается Что скажешь О последовательности Воздействия С какой точки Начинать Ну Прежде всего Я не считаю Что должна существовать Какая-то жесткая схема Однообразная При массаже Живота Да Когда Студентов Скажем так Учат Азам Массажа Живота Да Им говорят Что делай раз Делай два Делай три Делай четыре И будет тебе счастье И будет правильно То есть прежде всего Учат не принести вред На начальном этапе А потом Когда ты начинаешь Понимать суть И принцип Ты уже можешь Заниматься творчеством Массаж живота Вернее точек Вхождения в живот Может существовать Достаточно большое множество Главное Придерживаться Того принципа Чтобы не усугубить ситуацию Один из этих принципов Это Собственно говоря Не один из этих А их в основном Существует два Это Взаимодействие Желчный пузырь Двенадцатиперстная кишка И взаимодействие Мочевой пузырь Мочеточник почки То есть Если мы Начнем воздействовать Прежде на Желчный пузырь Не размяв Двенадцатиперстную кишку Мы Стимулируем Выход Желча Двенадцатиперстная кишка Закрыта Там Это Сфиктороди Закрыт И мы Можем получить Сильную головную боль В висках Недомогание И так далее Из-за того Что желчь потекла Вытекать И нет То есть Сначала Нужно размять Двенадцатиперстную кишку Потом Воздействовать На область Желчного пузыря Это Первое взаимодействие Основное Второе взаимодействие О котором я сегодня говорил Это Мочевой пузырь Мочеточник почки То есть Сначала Нужно размять Мочевой пузырь Мочеточник И уж потом Переходить к почкам Но никак иначе Ни в каком другом Другом Последовательности Вот эти две Последовательности Желательно знать И Их соблюдать А с какой точки Ты будешь входить в живот От пупка От золотника То есть Сначала Править золотник Потом уже дальше Переходить К животу Начнешь С кишечника Там Или Там я не знаю С желудка Откуда там Без разницы Это все зависит От твоего творчества От твоих знаний От твоих способностей От того Как ты видишь живот Я повторю Не придерживаюсь Жесткой схемы Массажа по животу У меня есть конечно Уже Там Любимая последовательность Там еще какая-то Там То как мне привычнее И так далее Но Это делается все В стандартных случаях Если я вижу Что передо мной Нестандартный живот Или новый Незнакомый мне живот Я ориентируюсь Именно по ситуации По животу Поэтому Если тебя учили Делать массаж Живота По спирали То если тебе так удобно Тебе так нравится Если самое главное Это приносит результат Это помогает людям То делай Если тебя интересует Мое мнение Откуда входить Живот Какие точки Я могу войти Живот С любой точки При этом Понимая Какие процессы Я создаю В животе И куда я надавливаю Это очень важно То есть На что я воздействую И заранее Перед тем Как воздействовать Знать Какие процессы Этим воздействием Я могу Активизировать Если с этим Продумать Проанализировать Что я могу Получить на выходе Исходя из состояния Пациента Вот А вот это вот Азбука Дави сюда Дави сюда Потом вот сюда Затем переходи сюда И никак иначе Это начальный уровень И естественно Что на определенных Этапах обучения Так студентов учат Это правильно И вам Я бы советовал Практиковать Так как вас учили До определенного уровня Потом вы сами Почувствуете Что вы Немножко переросли Этот уровень И начнете уже Практиковать сами Что-то может быть Своё пробовать Я бы ответил так Ну Ты уже ответил А не я бы ответил Ты уже ответил Вопрос в эфир Я девушка Мне 35 лет Работаю в офисе Сидя Работа сидячая 15 лет назад Во время беременности Возникло Варикозное расширение вен Сейчас сильно заметно Увеличивается Болит Тянет Каблуки не нашел Что посоветуешь В этом случае Ситуация Обычно Там В 99 случаях Связана с нарушением Венозного оттока В области таза И Здесь Я бы посоветовал Именно Вот массаж Низа живота Это раз Плюс Сода Внутривенно Ну Пить Либо В лучшем случае Это как бы Внутривенно А так Нужно Вообще Из-за чего Возникает Варикозное расширение Вен в ногах В подавляющих Больших случаях Из-за нарушенного Венозного оттока Когда мы Присаживаемся То у нас Кишечник Если он слегка Отягощен Он может Передавливать Вены Артерию он-то не Передавливает Там есть Своя мышечная Структура А вот венки Он может Поддавливать И затруднять Отток Из-за затрудненного Оттока Возникает Изменяется Кислотно-щелочная Среда сосудов И там Поселяется Грибок И именно Микосопителия сосуда То есть Грибок Внутренней части Сосуда Приводит к тому Что мы видим И называем Варикозное расширение Вен Здесь нужно Обратить внимание На кишечник Разгрузить Почистить Сделать очищение Кишечника Содой Там Поголодать Какое-то время Помассировать Себе животик Вот может быть Так как я рассказал Каждые 40 минут Подниматься И 5 минут Ходить Это минимум То есть Чтобы вот Каблуки действительно Высокие Не носить Там 2-3 сантиметра Максимум Ну Прежде всего Это Сделать Кровь Чтобы она была Пожиже И Паш у неё был Более щелочной И разгрузить Низ живота Убрать все напряжения Которые там существуют Тогда Сделать Чтобы отток Венозной крови Даже в сидячем положении Был свободным И тогда Вот этих Всех моментов Не будет Можно ещё Воспользоваться Пиявками Пиявки хорошо В этих случаях Помогают Но Опять же Пиявки не сразу Туда ставить На места Где есть Варикозное расширение Вета Сначала Обставьте печень Область пупа Низ живота Обязательно обставьте А потом Переходите уже На ноги Потому что Если вы сразу Поставите Пиявки на ноги То ничего Путнего Из этого По большому счёту В общем нужно отметить Наверное основные Такие Моменты Что первое Если расширяется Где-то Что-либо Это означает Что там Более высокое давление И где-то Значит Есть Какая-то Непроходимость Да И не может Пропихнуть Куда-то Вот необходимо Найти Те точки Где Эта непроходимость Может возникать Это могут быть Например Если в нижней части Под коленкой То это может быть Перекрыто Где-нибудь В районе колена Да Если по всей ноге То это перекрыто Где-то может быть Где-то в районе Седалища Да Дальше Закисленность Надо посмотреть И почему закисленность Может быть Что-то Много белковой пищи Может быть Мясная пища есть Да Может быть Очень много сидим Может быть Мало чистой воды пьём Вот этих Может быть Может быть Достаточно большое количество Может быть Просто даже Неправильно сидим Может быть Свободное От работы Время Занимаемся Упражнениями Например Да На работе сидим Например Скрестив ноги Или ногу на ногу Закинув Здесь вариантов Огромное количество Здесь надо смотреть И физику И питание И может быть Даже какие-то Энергетические там Застои где-то существуют В области там Таза Или что-то ещё Так что Вариантов много Надо пробовать Пробовать и пробовать Как говорил Ленин Да Так Ну ладно Что-то ещё добавишь Потому что я тут Налепил от себя Ты может как-то там Разберешь Всё верно сказал Я думаю Человек получил Исчерпывающий ответ Хорошо Ладно Дальше Миколаевич пишет Вопрос в эфир На слух Тяжело воспринимается Есть у соведущего Видео уроки У тебя есть Видео уроки Да Есть В ютюбе На канале Вот я говорю Фамилию и имя Вводите И он выдаст канал И там Масса роликов Там я показываю И как массаж делать И как самомассаж делать И проще И с банками работать И с пчёлами И совсем на свете Там Если там Все вот эти уроки Посмотреть Несколько раз Зазубрить их То можно спокойно И себя лечить И своих родных И других людей Вот Я там Всю информацию Что вот сейчас говорю И что ещё тут не сказал Там всё есть Посмотрите И будет вам счастье Хорошо Вопрос в эфир От Андрея Из Екатеринбурга Арират Можно в ютюб Выложить ваши записи Латки живота И дать ссылку На это видео На сайте Славомир.орг И ссылки На материалы Которые вы рекомендуете Почитать Или посмотреть Перед началом Корректировки Благодарю Да Пожалуйста Берите Всё что хотите Размещайте Главное Чтобы там Разумно всё было Я имею в виду Без всякой там Пошлятины Какой-то там Ещё чего-то Вот Пожалуйста Ну в общем Скажем так Канал у тебя есть На ютубе Ты уже три раза Об этом сказал Набирайте Захар Билинский Прямо на ютубе И смотрите Там есть И проватку живота Там есть И много-много Чего другого Ну Там есть Как ты Шприцом Загоняешь Интересные препараты Себе под кожу Есть Да Я там Учу людей Делать Ставить Сами себе капельницу И вот там В капельнице Перекись водорода Можете посмотреть Понятно Клуб мазохистов Имени Ари Рада Ясно Ну что Надо кстати сказать Что серьёзно В некоторых случаях Колбасит не по-детски И дёргаться Будет очень интересно Главное Не испугаться Этого момента Тут я уже С разными людьми Разговариваю Общаюсь Когда доходит До такого понятия Что вот Покапать себе Вену Многие говорят Я не буду капать Вену Вы что Это издевательство Это нельзя Я не допущу этого Я в своём доме Такого Не допущу Вот Ну Ну что я скажу Ну да Но не допустить Если не в вену Можно ректально капать Или можно Можно в ноздрю капать Ну понятно И в ухо ещё Понятно Можно капать Много куда Но на мой взгляд Всё-таки в вену Если начинать С небольшой дозы Смотреть И правильно сделано То это самое Я с тобой полностью согласен Но опять же Я ни в коем случае Никому это не рекомендую Я всего лишь навсего Выражаю Свою точку зрения То что я пробовал На себе Я знаю Что есть чёткая разница Между одним Вторым И третьим Можно глотать Можно запихивать А можно капать И разница существенная Это я проверял Так что Всё нормально Так дальше Я не могу читать По-английски Имя человека Который Ну я не буду читать По-английски Я читаю по-русски Вопрос в студии Тёмные круги под глазами Чувствую себя хорошо Но что-то Наверное Не так Подскажите Что не так Мы много раз уже обсуждали Тёмные круги под глазами Обычно это признак Интоксикации почек То есть Есть какой-то фактор В организме Который Приносит Дополнительные токсины С которыми Почки не справляются И вот появляются Тёмные круги под глазами Может быть Это хронический недосып Что в принципе Тоже сказывается На почке Но в целом Обратить внимание На почки необходимо Если при этом Есть ещё мешки Ближе к переносице Это нужно Необходимо Обратить внимание На поперечно-ободочную Кишку То есть Толстый кишечник Вот Ну вот так Понятно Так Дальше Смотрим Следующий вопрос Поступил От Олега Из Иркутска Здравия Рерат Связано ли По твоему мнению Наличие красных Родинок на коже У мужчин И постепенное Увеличение Их числа Их числа С наличием Проблем С печенью И каких Или причины В другом В питании Токсинах Пребывании На солнце Пигментации Кожи Кровеносных Сосудов И так далее Благодарю В своей практике Я связываю Появление Красных Родинок На коже Неважно У мужчин У женщин С интоксикацией Печени То есть Токсическая доля Печени Перегружена К токсинами И необходимо Ее чистить А Причины Которые Ну и конечно Это и питание Это и токсины Ну пребывание На солнце Вряд ли Пигментация На коже Тоже вряд ли И состояние Кровеносных Сосудов Но это Опосредственно То есть Красные точки На теле В моем понимании Это интоксикация Печени Эти вот Гемогеомки Ты знаешь Я вот С каждым днем Все вижу Больше и больше Людей У которых Печень Каким-то образом Работает Неправильно И здесь Какие основные Три параметра Ну я думаю Три можно выделить Для начала Хотя я думаю Что их больше Но три Которые Вот так вот Можно сходу сказать У вас в печени Может быть Вот это Вот это Или вот это И из-за чего Ваша печень Может не работать Вот из-за этого Из-за этого Из-за этого Да так попробуем Сориентировать людей Чтобы хотя бы задуматься Ну давай Есть ли основные признаки Которые Могут сказать Что что-то с печенью Не в порядке Ну это состояние кожи Если кожа стала сухая То Так вот Бывает у женщин Ой у меня кожа сухая У меня там лицо Там кожа на лице сухая То Это прежде всего Признак того Что в организме Не хватает жира немножко Потому что печень Участвует в жировом обмене И Недостаток жиров Он приводит Вот к таким ситуациям Если вдруг У женщины Месячные прекратились Это говорит о том Что тоже Жиров в организме Недостаточно То есть печень Страдает от недостатка Жира Допустим Если у нас Глаза Склеры глаз Вот эти вот Белковые оболочки Глаз Немножко стали желтеть Да Вот Это тоже говорит о том Что есть интоксикация организма Если кожа принимает Такую Такую Желтизну Окрас Такой Желтенький Не бронзовый А именно желтенький То это тоже говорит Об интоксикации организма Желчью Вот Но это уже там Ближе к гепатитам И всего остального Ну как общий признак Вот Смотрим дальше Обращаем внимание На большой палец Правой ноги Если на нем Поселяется грибок Это говорит о том Что возможно Идет формирование Камня в желчном пузыре Хотя процесс Формирования камня Он идет по всем органам Где он только формируется Но вот таким образом Проявляет себя В желчном пузыре Грибок на большом пальце Ноги Ну Собственно говоря Вот эти вот Красные точки Там те же самые Папиломы Весюльки И все это говорит о том Что печень не работает Так как должна работать Лишний вес Вот у мужчин Живот Такой вот Как пудинг Мужчина лежит У него живот горка И вот его с одной стороны Чуть толкаешь А он как водянистый Такой перекатывается Это будет говорить о том Что Область портальная Область порта печени Там напряжена Там проблема То есть Из полой вены Уже Жидкость Водичка просачивается В брюшную полость И получается Такой вот Асцитный животик Асцит Вот Вот это тоже проблема С печенью Ну Собственно говоря Как-то так отвечать нужно Или что-то еще сказать Ну Просто Да Мы так упомянули Вот мне пора Про пудинг Так Вечерком ложишься Засыпать на ночь Так По одному бачку Хлоп Такого пузика Утром просыпаешься А он еще колышется Ну да Да Кстати Вот эти вот Я заметил Как-то анализировали Сидели Разные виды животов И вот Четко видно Человека Который Не занимаясь спортом Не имея Каких-то серьезных нагрузок Любит употреблять Много мясного И у него живот Такой На выкате Чуть-чуть Ну Я про пивные животики Молчу Там тоже много схожего Вот А есть такие Обвисшие животы Где вот Видно там Излишек жира Они так Вывисают Не просто они кругленькие Они так еще Над штанишками свисают Так что называется Зеркальная болезнь Без зеркала И без слез Не взглянешь Ниже пупка Вот Значит Вот эти вот Есть проблемки И об этом Наверное Можно тоже будет Отдельную передачу делать Рассказать Об этом во всем Потому что Все это В конечном итоге Сказывается на здоровье человека Ну да Вот А по поводу печени Наверное Еще не затронули мы Паразитов печени Это еще такой момент О паразитах Да Вот что в печени Мы говорили Как-то в одной из передач Послушать Ну просто так напомнить Что один из факторов Болезни печени И желчного Это наличие паразитов Именно в желчном печени Потому что Люди говорят Да я вот тут Глистогонное попил У меня вроде там И ничего и нету Но надо понимать Что не все глистогонное Может именно с печени Достать паразитов Ну да Верно Ну Наиболее такие средства Которые могут извлечь Из допустим Лямбли Из двенадцатиперстной кишки Паразитов С протоков Желчного пузыря Это Коросины Это универсальное средство Которое печень очищает От паразитов Есть его аналоги Популины и акросолы В виде батов Они тоже работают Но Можно использовать Коросины Также Корень Щитовника Или папоротника мужского Он изгоняет В принципе Любых круглых червей Можно применять Также его Но опять же Дозу соизмеряйте Вот так все А вот про кору осины Это что Подходить к кору К осени И грызть кору И говорить Излечи меня От всяких Паразитов в печени Ты знаешь Если ее грызть Я думаю Эффект будет Ну а так вообще Лучше ее заварить И в заваренном виде И употреблять Там столовую ложку На пол литра воды Залили И пьете там В течение дня Натощак А что Есть отличия Взять просто Старую кору Или взять С молодой осинки Ну Совсем молодой Не нужно Я думаю Что уже Ну Во всех источниках Говорится И на практике Что Все таки Дерево должно быть Уже зрелым Для того Чтобы кора была Эффективная Хорошее Дерево должно быть Зрелым Лучше Не с молодого Да и пусть Разовьется Потом уже Молодому дереву Сложнее переносить Всякий урон Который на него Оказывается Лучше со взрослых Дерево брать И то не с ствола А с ветки Ну лучше Да То есть Взяли ветку Надрали коры Подсушили ее Да И потом Сколько там Говоришь Ложку Столовую ложку Пол-витра Кипятка И пить ее И пить ее В свой день Да И так Проводить Где-то недельку Полтора-две Максимум Лучше Где-то в четыре недельки Так проводить В четыре недельки Да Четыре недели Поскольку кора осин Достаточно токсичный Препарат Можно его пять дней В неделю пить Отдохнуть От коры Сходить куда-нибудь Там В Макдональдс Отдохнуть Да Хорошо Так Дальше Кстати Написано Обитулине Мы обитулине Ничего не хотим Ну вот Я Да К этому хотел подойти Что обитулине Давай расскажем Давай Обитулин Это средство Которое было Выделено Из бересты Впервые Еще в 1778 Году Примерно Через сто лет Выделили Химический состав И почему он работает Почему он так помогает Дело в том Что вот Все свойства березы Целебные Они обусловлены Бетулином Бетулин Это вещество В чистом виде Которое имеет Кристаллическую форму Такого молочно-белого цвета Вот Оно помогает В принципе При массе заболеваний Называют Его называют Лекарством от смерти У нас в стране Наиболее качественный Скажем так Насыщенный Не сам бетулин Бетулин Производят много Компаний Но Это все для Как бы Перерального введения То есть Пить Запивать его А у нас в стране Вот бетулин Для внутривенного введения Это даже не бетулин А насыщенный Раствор бетулина Производит Елена Сергеевна Солодовникова Она делает Прекрасный препарат И он работает Очень мощно Он работает Тоже при онкологических Заболеваниях Помогает феноменально Там свойства у него Прекрасные Все свойства Бетулина Они обусловлены Как раз Вот Именно все свойства Насыщенного этого раствора Они обусловлены И свойствами Самой коры То есть Там это Гепатопротекторная функция Желчегонная И антиоксидантная Противовоспалительная Противоопухолевая И противовирусная И иммуномодуляторная И так далее И так далее Там порядка 15 Функций Раствор действует мощно И Вначале Когда у меня еще Не было чаги Когда я еще Ну вот Не сделал Не пришел К тому варианту Как все-таки Лучше это делать Как вот То есть Перед первым испытанием Я использовал Бетулин И Использовал Для лечения Онкобольных И работает Очень хорошо Работает очень хорошо И эффект свой Добивается То есть Ту задачу Которая Перед ним ставится Та задача Которая Как бы Ангажируется Заявляется Он выполняет Лекарство Просто феноменальное Действительно Его можно применять Практически При любом заболевании Не зря Елена Сергеевна Называет его Лекарство От смерти Вот Препарат Великолепный Очень эффективный Всем рекомендую В принципе Даже при Небольших заболеваниях Вот я Как пример Как визитную карту Еще скажу Что грипп Вот Обычный там Грипп Что гуляет У нас Да Там всех Страшат Вакцинацию Делают Так вот Этот грипп Уходит от Полкубика Бетулина Полкубика Бетулина Вену И на следующий день Да Человека конечно Как я говорю Поколбасит Вечерок Там Ночь Он пропотеет Утром проснется От гриппа Не останется И следа Вот Хотите Верьте Хотите Проверьте Но таким же образом Наверное бетулин И не только на грипп Действует Ну я Я говорю К примеру Да И Подобным образом Бетулин действует И на более серьезные заболевания Единственное там Конечно срок Не один вечер Там А большее количество И так далее При этом Сам по себе Бетулин является Сопроводительным препаратом При лечении онкологии То есть непосредственно Бетулин Онкологию не лечит Он является Сопроводительным препаратом То есть перед тем Как колоть перекись А перекись все-таки Является универсальным средством Для лечения онкозаболеваний Поскольку насыщает Организм кислородом И вот именно это Губит Опухоль А бетулин Является сопроводительным И где-то в течение Двух недель Перед перекисью Или совместно с перекисью Вводится бетулин Потом уже переходит На применение перекиси И раствора На основе перекиси Ну а так Просто феноменально Вот в народной медицине Основа сырье Для бетулина Береста Использовалась При таких заболеваниях Как нарывы Фурункулы Расстройство Желудочно-кишечного тракта Использовалась Как жвачка Для укрепления Зубов и десен Размолотая береста Входила в состав хлеба У многих народов Вообще береста является Пищевым продуктом Вот Просто это феноменальный Волшебный Такой препарат Вот В общем Грызем Все грызем березу Ясно Так что В принципе Точно так же Если кому-то нужен Бетулин Или кому-то нужна Чага Полынь Пишите Обращайтесь Хорошо А вот Сколько храниться Могут приготовленные Тобой препараты Если вдруг За окном Пару флакончиков Себе выписать Ну Бетулин вообще хранится Без холодильника Можно в принципе Даже Ну Лучше В темном месте Не то чтобы жара была Ну При комнатной температуре Он Хранится достаточно Долгое время Чага Ну Минимум полгода Она не теряет своих свойств Больше пока еще Не испытывал Вот Но Аналогичные препараты Где-то в течение 8-12 месяцев Сохраняют свои Все основные Функции Способности Ну То есть В среднем Берется год То есть Год сохраняет Свои качества И свойства Вот ты говоришь Там полкубика Кубик максимум И вену И про гриб Забыли А если человек Боится колоться Или нет Кого-то Кто может уколоть В этом случае Можно ли Например В стаканчик себе Да Можно накапать И пить Но единственное Там нужно будет Дозу измерять Сколько нужно Соответственно Чтобы выпить Это нужно В несколько раз Больше выпить И плюс Тут еще играет Значение Состояния Желудочно-кишечного Тракта Состояние Желудка Как он откликнется На это Ну да Как он откликнется На это Пить Пить все Это конечно Можно И то Что мы Колем вену Естественно Это можно И пить Но доза Будет другая Гораздо Большая Это нужно Понимать Понятно Здесь Очередной Один момент Если допустим Человек не может Вену колоть Пожалуйста Можно закапать Себе это В нос Там Это усвоится Гораздо лучше Чем в желудке Закапать в нос Там В носоглотке Оно усвоится И через кровеносные сосуды Попадет тут же в мозг Поэтому я бы рекомендовал Если не можете Допустим Там Закапать вену Возьмите эти полкубика Закапайте пипеткой Себе в нос То есть По пять капель Каждую ноздрю Да И потом еще добавлять Пока не сосется Да Не на самом деле Если нос чистый Там все Ну Хорошо То ты капаешь Она сразу проливается В общем Падает в горло И дальше идет в желудок Поэтому надо капать С таким расчетом Чтобы оно не успевало Протечь Или как-то хитро Голову закидывать Голову на бок Немножко голову на бок Поворачивать Или Из положения лежа Из положения лежа И капаешь И оно обычно Если капать потихонечку По капельке По одной Оно там же И усваивается В носоглотке Так вот Вот Ладно Рецепт полыни Пожалуйста Подробнее Ну Уже вроде говорили Но если хочешь Поподробнее Скажи Так Алексей Рецепт полыни Подробнее Да Собственно говоря Берете полынь Отвариваете ее Вот Потом Процеживаете Фильтруете Стерилизуете А Доза полыни Это все индивидуально Я здесь придерживаюсь Принципа Авицен Авицен Все время Раскрывал Все свои рецепты Но он не говорил Дозировку Потому что Дозировка индивидуально Зависит от Потому что Я вам сейчас скажу Будет как с той женщиной Которой Вот вы сказали Я сделала И мне было плохо Поэтому Дозировку я вам Говорить не буду Вы пробуйте Если у вас есть Такое желание Что-то сделать Давай по обратному Пойдем С минимальной дозировки Да Начинать Ты Разнеси Вот минимальная дозировка Начинайте С минимальной дозировки Которая примерно Будет вот так Лучше с этого Сначала начинать Ну Начинайте С минимальной дозировки Которая примерно Будет 2 грамма на литр Полыни Вот так То есть взяли Давай так Идем в поле Нашли полынь горькую Надрали там Листвы Зелененькой Надо ее подсушивать Не надо? Да можно и подсушить Но в принципе Не обязательно Можно не подсушивать Сколько Взяли ложку Берем Столовую ложку Ну, столовая ложка это много, 2 грамма, это где-то чайную ложку Чайную ложку взяли И на литр И на литр кинули, проварили ее, или лучше на бане, да? Настояли Ну да, настояли, затем можно ее ультразвуком еще обдать Затем после этого профильтровали, там либо вата, либо медицинский фильтр используйте Профильтровали, залили в бутылочки, затем поставили где-нибудь в проварку Или в сухожарный шкаф и там простерилизовали в течение часа при температуре 100-120 градусов И пробуйте Так и дальше, вот эти вот емкости у нас готовы И сколько теперь оттуда из этой емкости чего? Она уже готова к употреблению или надо как-то разводить ее, чтобы минимальную дозу получить? Ну, зачем? Уже все готово, да? Да, все готово, если у вас получился сильно концентрированный, сильно действующий состав То разводите его А так пробуйте на себе, но возьмите там для начала, не знаю, одну десятую кубика, уколите Почувствуйте, как у вас там, что с вами Проняло, не проняло, да? Ну да, потом добавьте дозу Если вы уже много себе там, несколько кубиков колите, а вас не берет, увеличьте Вот, так что вот так Хорошо, вопрос эфир от Олега из Иркутска Арират, есть распространенное мнение среди врачей, медиков, что мясо – это чужеродный белок И его не рекомендуется употреблять в пищу Но разве вся остальная пища, употребляемая человеком, углеводы, жиры и так далее, не чужеродные компоненты? Ведь человеческий вид является гармонично встроенным в экосистему Земли Разделяешь ли ты мнение? Не главное, что ты ешь, а что тебя питает? Ведь биохимия у разных людей своя Благодарю Я считаю, что все хорошо в меру Я сам ем и мясо, я ем животные компоненты Мясо у меня не является главенствующим продуктом Иногда я его ем Все хорошо в меру То есть, выбираете для себя, какова ваша мера Как вам хорошо, как вам полезно И так и питаетесь Я считаю так То, что встроен в экосистему Ну, конечно, он встроен И вот мы пошли по такому технократическому пути развития Можно сказать, по, возможно, неправильному И вот, ну что ж Но обстоятельства таковые Мы в современной экосистеме живем И нужно принимать окружающий мир Окружающую действительность Если мы будем ее отрицать, мы будем себе вредить Окружающая действительность такова Организм такая система, что он сам очистится Главное дать ему возможность И я не считаю, что бежать от действительности И применять какие-то искусственные Несвойственные именно вам системы Насиловать себя Это целесообразно Потому что ведь Может быть Если вы, допустим, даже если вы мясоед Вам, возможно, сознательно нужно прийти Отказаться от мяса Я был в свое время и вегетарианцем И долгое время мясо не ел Но потом начал его есть Сейчас практически опять не ем У меня такое мировоззрение У кого-то может быть иначе Я считаю, что все хорошо в меру Найдите свою меру и живите в соответствии с ней Понятно Вопрос только в мере, да? Да Хорошо Ярагор Вопрос в эфир Арират, на видео у тебя медный браслет на правой руке Это что, компенсация меди или еще чего? Это компенсация меди Просто чтобы Ну, во-первых, компенсация меди и индикатор Если, к примеру, под медным браслетом кожа зеленеет То, соответственно, у меня токсины лезут через кожу То есть мало воды в организме Я добавляю, пью больше воды Вот, а так Ничего такого Это никакое неволшебное средство Ничего, просто компенсация меди И все Хорошо Отшельник Вопрос в эфир Геннадий из Твери Зовут его Геннадий из Твери Арират Знакомого мучают частые газы Что это? И как ему лечиться? Благодарю за ответ Если знакомого мучают частые газы Это минимум нарушения желчоотделения Раз Второй момент Вероятно, он кушает что-то, что именно в его организме вызывает газообразование То есть нужно пересмотреть те продукты, которыми он питается Ну и обратить внимание на желчный пузырь, на то, как желчь оттекает Собственно говоря, вот и все То есть на печень и на кишечник Желудок, печень, кишечник Следует обратить внимание на это То бишь занимаемся массажем живота Да Хорошо Вопрос в эфир А, кстати, вот еще одно такое средство Очень интересно Если вдруг вы покушали белка много А для белка мы знаем, что нужны как раз те компоненты, которые из печени выходят То в этом случае еще хорошо бы добавлять побольше зелени Вот зеленая пища, особенно сейчас летом, это спасение будет от многих неприятностей, в том числе и газов И для стабилизации работы и кишечника, и поджелудочной, и желчного пузыря В общем, побольше зелени в этом случае Да, это верно Дальше Вопрос в эфир от Олега из Иркутска Арират Что скажешь про сухие активные дрожжи? Уничтожаются ли они при температуре выпечки хлеба? Полгода пеку с них хлеб в духовке Разница с магазинским небо и земля Проблема с першением в горле Пропала проблема с пищеварением Также и вкусовые преимущества имеются у хлеба Так как у этих дрожжей нет таких убийственных компонентов, как у хлебопекарных живых дрожжей Аммиака, кислот, извести и других строительных материалов И бытовой химии Судя по ГОСТу, который везде опубликован Благодарю Ну, если стройматериалы применяются, мне кажется, на халяву их надо брать Просто отделять пищу сюда, стройматериалы в эту сторону Ну, если серьезно, что скажешь? Ну, если серьезно, то я дрожжи не употребляю, не приветствую ни в каком виде Потому что, ну, все равно это грибок, так или иначе Вот, и дрожжи это Бог с ним Вот, а сама хлебопекарная мука, из какой муки? Потому что она еще содержит в себе заразу Во-первых, из какой муки печет? Ладно, он там дрожжи использует, которые более-менее, как из двух зол выбрал меньше Но еще мука какая? Если это из полбы, то это хорошо А если это в муках хлебопекарная, которая продается везде у нас в магазинах То это вредно И вот, вот так Хорошо Ну, в общем, лучше, конечно, не добавлять дрожжи Есть так называемые природные дрожжи, которые нас окружают И они находятся в воздухе, они находятся на определенных видах злаковых На определенных растениях Если вы используете природные, те, которые в природе существуют То в этом случае как раз вы получаетесь встроенной в экосистему, о которой говорилось выше Ежели вы употребляете искусственные дрожжи И какие-то уже специально подготовленные То здесь уже вероятность, что они природные, намного меньше Это означает, что может произойти, может произойти оторвенность от экосистемы Поэтому, ну, посмотрите, сколько идет информации сейчас про домашний хлеб Бездрожжевой, так называемый На самом деле, там, конечно, дрожжи есть, но это вот те самые природные Откуда они получаются? Как это все происходит? Как работает закваска? Ну, посмотрите, намного все интереснее, намного полезнее получается Даже с учетом той дрянной муки, которая есть, все равно Она будет компенсировать Но если вы еще найдете ту муку, которая является нерафинированной Хлебопекарной высшего сорта, это рафинированная мука Там ничего полезного, на мой взгляд, нет Или если есть, то это как лечебное можно использовать Но если вы используете постоянно, то это не как лечебное, а как убийство, наоборот Работает, как любое лекарство, которое начинаете применять в других дозах Ну, не стоит это делать Вот найдите ту муку, которая является грубого помола, там, мукой второго сорта Или еще чего-то Но только имейте в виду, что часто мука второго сорта Мелится на таких аппаратах, где очень много стружки металлической добавляется Это тоже еще одна из безопасностей Самый лучший способ – это пойти к фермеру, взять у него мешок зерна Или в магазин, где продается корма для животных Взять там мешок зерна чистого, уже очищенного Вот, и из него делать самому муку И делать, может быть, там хлопья для заваривания, там, для каши, для чего-то еще Это, на мой взгляд, будет даже в некоторых случаях полезнее Нежели вы будете покупать хлопья уже взятые из магазина Или, там, муку из магазина Ну, вот ищите, ищите варианты природной пищи, которые свойственны человеку Дальше Максим, вопрос в эфир Какие посоветуйте методики очищения печени? Благодарю Ну, я всем советую касторкой печени очищать И, скажем так, дешево, сердито и быстро Выпиваем касторку, смешанную с грифуртовым соком Исходя из дозировки от полмиллилитра до полутора миллилитра на килограмм веса Вот, вечером с 10 до 11 Опять же, перемешивая с грифуртовым соком Чуть-чуть подогрев на водяной бане Пьем, ложимся И прикладываем что-нибудь горячее на правое подреберье Либо грелку, либо горячую бутылку Или жим через час-тиретом 3-4-5-6 часов Начнется содержимое эвакуации кишечника И желчевыводящих путей протоков Можно, конечно, использовать лимонный сок Оливковое масло Делать какие-то долгие многоступенчатые чистки Это одно Можно использовать овсяный кисель Можно использовать много чего Но я рекомендую использовать касторку На мой взгляд, она эффективна и помогает во всех тех случаях Когда мне это нужно, она достигает результата Да, и главное потом крепко не заснуть Чтобы можно было в сторону туалета Да, и еще самое главное Совместно с кем-то это дело не делайте Лучше по отдельности А то будете петь песню «Смело товарищи в ногу» А туалет, как правило, один И кому-то придется очень нехорошо Ну вот такие пожелания Следующий вопрос эфир от Олега из Иркутска Вредно ли для организма человека Особенно для детей, по твоему мнению Мороженое промышленного производства Ведь вкусовые качества его превосходны Является ли вкус продуктов гарантии качества Применяемых при его производстве Компонентов или это действие вкусовых добавок Благодарю Ну, я считаю, что мороженое Это самый вредный молочный продукт Который только можно придумать Во-первых, холодное молоко Это сразу удар по почкам Раз Во-вторых, там химия Это два И огромное количество слизи Которые мы приносим в организм Это три И так далее Можно перечислять долго Мое мнение Это самый вредный молочный продукт Который только возможно придумать Это при том, что Я вообще не рекомендую Употреблять коровье молоко в пище Как питание Как, допустим, лекарство Да, но только от белой коровы А все остальное нет Хорошо Ну вот мы, в принципе, закончили с вопросами И можно переходить к заключительной нашей части Это давать какие-то уже заключительные Окончательные рекомендации на сегодняшний день И прощаться с нашими радиослушателями Ну, если ты говоришь мне То есть, чтобы я прощался Да, именно тебе Нет, ты можешь не прощаться Ты можешь еще коротенько На два часика Зачитать какую-нибудь тему Да, это совершенно Так свободен В нашем эфире Делать, что хочешь Ну, дорогие радиослушатели Давайте тогда Подводить итог Сегодняшней передачи Вот Рассказывал вам я О том, что живот можно давить двумя контурами Там, двумя нажатиями Попробуйте Рассказывал о том, что Есть такие прекрасные Появились, по крайней мере Новые средства Именно, уточню Народной медицины Неофициально Народной медицины Как там Чага Раствор чаги Полыни И раствор битулина Пробуйте Используйте Средства прекрасные Помогают во многих моментах И зачастую На данный момент Это как палочки Веручалочки Для того, чтобы Справляться с какими-то тяжелыми Системными заболеваниями Поговорили мы с вами И о Процедуре Такая, как гипоксия Всем рекомендуем Применяйте ее Будьте здравы И телом И духом Слушайте Наше прекрасное радио Присоединяйтесь Пишите Больше нам вопросов Будем с радостью На них отвечать Вы можете писать На радио Те вопросы Которые появляются У вас В повседневной жизни Я По мере сил Буду на них отвечать Обычно я отвечаю всегда Так что Пишите на радио Задавайте вопросы С радостью ответим Принимайте участие В формировании Передач Присылайте Интересующие вас С темы Возможно Мы На эту тему И сделаем Следующую передачу Хотя Алексей Сегодня затронул Тему о животах Рассмотреть Какие животы У кого От чего Они происходят Можно это тоже Взять Как следующую тему Ну да Ведь известно Чем больше живот Тем короче жизнь Давай так Я еще один вопросик Такой задам Который Связан С онкологией Вот Не так давно Общался с человеком У которого На коже Вылезло И врачи Естественно говорят Да ладно Мы там тебе вырежем В очередной раз Уже там Несколько раз Вырезали В одном месте Вроде там Перестало появляться Теперь выскочило В другом месте Вот те средства О которых ты сегодня говорил Можно ли их применять Именно кожному Вот этому заболеванию Кожному проявлению Вернее этого заболевания Если точнее говорить И как их применять Пить внутрь Колодца внутрь Смазывать Прокалывать Под это место Или в это место Вот давай Напоследок Наверное Об этом скажем О том и все О внутренностях А про наружные Так и не сказали Ни слова Ну смотри В данном случае Возможно Будет целесообразно Хирургическим путем Удалить этот нарост Если в предыдущем случае Удалили Он больше не появлялся Там А тут вылез В другом месте Возможно Целесообразно Хирургическим путем Его удалить Но После того Как он будет удален Этот нарост Определить Попытаться определить Причины Почему в организме Возникла такая ситуация По всей видимости Не то что по всей видимости Всегда Когда есть онкологическая ситуация Всегда есть вирусная инфекция Всегда есть грибная инфекция Обычно Обычно в таких случаях Организм просто Забит Различными вирусами Инфекциями И так далее Обычно Всегда организм Загрязнен Он зашлакован В нем полно слизи Полно Забит кишечник И так далее То есть Вот Может быть Целесообразно Будет ее удалить А потом Заняться Очищением организма Приведением крови В нормальное состояние Приведение кровообращения В нормальное состояние Снятие напряжения С различных органов Что касается Тех лекарств О которых я говорил То В принципе Здесь что можно сделать Можно Попробовать Соды обкалывать Это один вариант Можно Попробовать Обкалывать Чагой Вокруг Это второй вариант Можно Тут в принципе В само это образование Смысла нет Колоть Потому что все равно Корнями она сидит В организме Поэтому необходимо Обкалывать вокруг Вот зоны Оттуда Откуда он выходит Обкалывать так Потом капельницы Внутривенной И с перекисью То есть В принципе Все это можно Применять Единственное Так сказать Конкретно Очень сложно Потому что Рак у каждого Свой Даже Одни и те же Заболевания Один и тот же Рак У двух разных Людей Необходимо Лечить Необходимо лечить Индивидуально И возможно Понадобится Разное Лечение Двум разным Людям С одним и тем Заболеванием Опять же Повторю Рак Это По крайней мере Так как я его вижу Онкологическое заболевание Это заболевание Системное И здесь Нужно подходить Ко Именно Изучать Организм Пациента В чем Дисфункция Понимать И Начинать И очень важно Очень важно Все-таки Не то что Очень важно Минимум 50% Выздоровления Зависит От образа Мысли Человека Вот Всегда Есть причина В мышлении Почему Человек Рак Всегда Хорошо Ну вот Что я тоже Посоветовал Что если Подается Уже Были такие Удаления То конечно же Можно хирургически Удалить Вот Полностью Ты подтвердил Мое предположение Дальше Я сказал Что если Это вылезает Наружу Это говорит То что Проблема Сама Находится Внутри Это проявление Видимое Второе Третье Что надо Немножечко За диетой Последить А может быть Не немножечко А серьезно Потому что Видно По тучности Как раз Что Много Употребляется Не того Что нужно Употребляться Это хлеб Хлебобулочные Изделия Особенно белого С хлеба С белой Рафинированной Муки Где много Содержится Дрожжей Это Слизеобразующие Какие-то Крахмальные Вещества Там та же самая Картошка Например Где крахмала Очень много По сути Картошка Тот же самый Рафинированный Продукт А у нас Многие любят Эту картошку Идят Целыми днями С утра такая В обед такая Вечером такая И так И за дня в день И перерыв У них в картошке Это все считают Что как будто Не покушали Вот такие вот Вещи То есть питание Это тоже Очень серьезно Влияет Алексей Секундочку Я прошу прощения Питание При онкозаболеваниях Это только сыроедение Только вот Если хотите выздороветь Только сыроедение Должно быть Ничего иначе На период лечения Обязательно Никаких там Вареных Там чего-то еще Колбас Углеводов Там Мяса Ничего такого Сыроедение Больше зелени Овощей Вот такая диета И никакая иначе Ну и как минимум Я говорю Как минимум Надо сразу отказаться Вот от того Что вызывает Вот эти все отеки Вызывает тучность Вызывает там Слизеобразование И так далее Это первым делом Что сразу Надо от этого избавиться И потом Начинать уже Искать причину А где Это что находится Естественно Что это И то О чем ты сегодня говорил И многое Много другое Ну естественно Я за сыроедение Полностью В таких случаях Абсолютно Безоговорочно За сыроедение И понимаю Что как раз Сыроедение Это является Той основой На которой Хорошо Лягут любые Народные И в том числе И некоторые Ненародные препараты Но я все-таки За народные Наши препараты Ну что ж У нас получился Довольно интересный Емкий эфир Давайте Я буду подводить Сегодняшний итог Сегодняшней нашей встречи Напомню Что на одном Из современных Календарей 3 мая 2016 года Вторник На одном Из старинных 22 день Месяца Посева Наречения 7524 лета Шестица По этому Календарю День Мудрости Бога Крышнищем Я вас поздравляю Главный Сведущий У нас был Захар Белинский Арират И говорили мы Про то Что живот Всему голова И как выяснили Что в общем Да Живот Означает Слово Жизнь И если у вас С жизнью Какие-то проблемы С жизнью Которая На уровне Пупка Чуть-чуть Выше Чуть-чуть Ниже Справа Слева То в этом случае У вас будут Проблемы В той жизни Которой Вы все Привыкли Ну что ж Пишите свои вопросы Из ваших вопросов Будем формировать Темы передач И я думаю В этом случае Будет всем Интересно И будет всем Полезно На 7 я с вами Прощаюсь Желаю вам Всего-всего Самого доброго С вами было Народное Славянское радио Захар Белинский Арират И Алексей Орлов До новых встреч Продолжение следует...